привет привет всем я решил опять-таки сделать такое видео знаете что-то мне понравилось зрителям понравилось я думаю короче сразу друзья извините пожалуйста что я здесь на диванчике расположился как это знаете в полу лежачем виде просто удобно знаете удобно как вы знаете удобство это прежде всего и кстати в консольном гейминге это стоит на первом месте то есть удобство и сегодня мы опять знаете у меня есть здесь парочка пунктов которые я бы с вами хотел просто поделиться поговорить консоли мы также сегодня заденем но сегодня не будет как прошлый раз а еще раз извиняюсь где просто-напросто знаете свое негодование выплеснул на вас касательно playstation 5 ну ничего страшного короче друзья самое первое что я вам хочу вам сказать короче блин следующий закуп когда у нас будет это будет просто это вы не поверите у меня опять накопилось столько игр знаете я в прошлом если вообще если люди кто смотрят мои закупы игр если кто не знает это те видео где покупаю игры распаковываю их мы смотрим поддерживают ли русский язык для тех же опять повторюсь и людей интересно кто живет в россии как игры идут в 4к если там 4к нету 30 60 fps это все сразу вы видео видите то есть я никак не digital foundry у меня нет нет таких конечно прибыл чтобы это все прям знаете мерить вымерять все но все равно видно так вот закуп получится судя по всему опять в этот раз ну очень большой я в прошлом видео сказал что это будет типа знаете там опять как джим раян стал он по ушам блин ездить это последний раз что типа у нас такой большой закуп больше у нас ничего такого не будет игр я уже набрал все которые я хотел но нифига подобного друзья несмотря на все новинки которые сейчас по выходили знаете которые мне и обязательно нужны которые я покупаю еще также я встретил полно просто-напросто полно игр которые я бы хотел себе еще купить то есть и игры которые я каким-то образом не замечал или не хотел замечать я сейчас понакупал понакупал и друзья вам сейчас тут небольшой спойлер что у нас будет примерно около 30 игр в закупе я опять знаете там будут и xbox игры и xbox one и если повезет xbox original и может быть даже и playstation 4 я опять не буду делить видео на несколько видео знаете по 20-30 минут или там сначала xbox one распакуем потом playstation 4 нет как вы знаете опять же удобство стоит на первом месте у меня и мне удобнее конечно же сделать одно видео выставить и все кто люди хотят его смотрят вы можете просто на кто знаете есть люди я сам по коментариям за для которых это долго то есть очень долгие видео у меня но они их любят смотреть понимаете из-за этого я просто рекомендую вам ставить на вторую на вторую скорость у ютуба есть увеличение скорости где вы ставите и разговор все равно понятен то есть не превращается в какую-то это знаете вот как вот чем больше скорость ставите тем неузнаваемые или непонятнее речь становится нет на ютубе это классно сделано ставите вторую скорость и вполне все понятно если вы вообще вам что-то интересно только какая-то игра вы знаете на ютубе также я теперь делаю видео клацаю по эпизодам друзья все удобство все для вас то есть вам не стоит если вы этого не хотите смотреть 2-3 часа а кстати блин я думаю следующее пополнение у нас будет я думаю часа наверно ну минимум три друзья если не три с половиной короче будет опять офигенно мы с вами посидим то есть у меня сейчас уже некоторые игры есть но я хочу еще знаете опять такая небольшой спойлер я не буду называть игру название то есть кое-какая игра сначала должна была выйти 2 октября потом я принесли на 6 октября сейчас я принесли на 8 октября и теперь я перенесли на 22 октября октября до 22 я ждать конечно же не буду я надеюсь что те игры которые мне нужны для следующего закупа подойдут на этой неделе мы на них посмотрим друзья так что о закупе все коротко о погоде а наши друзья у нас сейчас 26 градусов я не представляю лето не хочет уходить то есть солнца нету но все равно тепло на улице лето никак не хочет уходить я не знаю чем это связано неужели это реально связано с вот этим вот знаете проблематикой знаете климатической то есть блин охота уже реально чтобы было прохладнее но нет так что я опять искренне извиняюсь если я сейчас буду сидеть вот такой как этот знаете потому что поднимается в закрытом помещении температура очень очень быстро а я закрываю все окна чтобы снаружи не заходил сюда лай собак там лай соседей если там они лаются иногда там далеко немцы немцы деревне прячетесь друзья а когда они лаются могут семьи основала так вот просто извиняюсь если опять буду здесь такой сидеть как прошло видео потому что друзья жара от нее никуда не деться особенно мне когда я ее не люблю как вы видите у нас очень неторопливое вступление у нас вообще очень неторопливые вот такие вот с вами посиделки друзья я люблю с вами разговаривать и это видео этом отдушина такая где я могу с вами поговорить могу ответить на ваши комментарии если вы чего-то хотите спросить там или что и блин классно много очень много подпунктов которые я хотел озвучить знаете ли к ним как-то добраться в наших закупах игр но думаю нет это будет и так слишком долго еще и вот это все не короче так вот друзья по первому подпункту я хочу у меня здесь еще некоторые ништяки лежат я хочу их тоже здесь озвучить показать короче первый подпункт друзья вы знаете мои видео когда я снимаю закупы игр я доволен звуком то есть вообще без без всякого звук мне нравится то есть там ничего менять я в принципе не собираюсь но вот для такого рода видео когда я сижу здесь вы сидите там хай привет народ вы сидите там я прекрасно вас понимаю что звук так как камера далеко стоит звук ужасный потому что когда я снимаю закупы вы знаете у меня перспектива его перспектива то есть шутер от первого лица у меня прям камера вот здесь я что разговаривал она улавливает но когда она стоит вот так далеко я знаю что тихо и людям приходится прям чуть ли не на самую громкую эту делать громкость и плохо слышно так вот друзья из-за этого я приобрел на прошлой неделе вот такую фишку друзья если кто-то из вас знает это офигенный чуть ли не полу да нифига не чуть ли а полупрофессиональный микрофон который называется зум х5 то есть h5 вы знаете у меня такой как вам сказать у меня такой канал где в принципе у нас тематика вы знаете игровая то есть игровые приставки игры в целом и вот на всякие гаджеты вот и я в прошлый раз делал распаковку телефона и я потом понял что я могу да только распаковывать но я никакой не обозреватель и никакой не обзорщик то есть я не могу ничего толком сказать и я подумал короче на моем канале никогда не будет распаковка каких-либо гаджетов то есть на youtube полно миллионников каналов которые занимаются профессионально именно этим так что я здесь решил вам просто показать если когда-нибудь вы почувствуете что о подчета звук изменился то знаете это вот этот микрофон товарищ то есть как вы видите я вам еще поближе покажу покажу это зум как я уже сказал зум х5 или 5 то есть полупрофессиональная штука если кто спросит друзья сейчас не выпендрёвшник какой не этот сколько она стоит и как она вообще работает друзья работает просто офигенно звук кристально чистый но и в то же время иногда ты думаешь блин он сильно сильно импинлик я к сожалению не знаю как так русский сказать то есть импинлик он знаете он как вам сказать он улавливает все что надо все что не надо вот серьезно я если им записывал вот пытался знаете кое-что записать там для 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 себя чтобы посмотреть протестить его блин друзья он он мало того что мою речь записывает он еще записывает так как там блин я не знаю где-то соседней деревне и воробушки плескаются в каком-нибудь озере вот честно то что нафиг не нужно и это отвлекает буду думать буду работать с ним как это все отфильтровать здесь очень много настроек но вы знаете честно вам скажу просто так вот его купить и использовать вам не получится здесь нужно знать что вы от него хотите здесь для стерео для стерео звука одна настройка для асфраунд саунда другая настройка как видите здесь расположены вот такие вот способа микрофоны то есть по нормальному да кто бы вот сейчас вот смотрите да скажете вот это левый микрофон это правый нифига подобного вот это вот так вот идет короче как-то 90 или 360 градусов запачит короче штука офигенная как я и сказал я не обзорщик я вам толком не смогу сказать что и такое но штука офигенная голос мне понравился как он записывает записывает просто вообще идеально и кстати вы можете с ним даже идти на концерт записывать и у вас будет офигенные записи друзья вот эта штука стоит 230 евро у нас я к сожалению не знаю сколько это на русских рублях но если кто-то спросит что это такое вот такая вот блин выглядит как космический корабль я знаю для моего канала который занимается вот этими видосами и всем на чисто а матер на а матер уровне знаете то есть на я еще даже не новичок я до новичка мне еще плясать и плясать нужно я занимаюсь это чисто как бы хобби и может быть некоторые из вас скажут нафиг тебе такая ерунда друзья я люблю всякую всякие технические гаджеты хоть это по мне и не сказать знаете по моим каналам так как вы знаю по моему каналу так как вы знаете у меня только консоли игры но честно вам скажу телевизоры блюрей плеера 4k блюрей плеера вот такие всякие даже мобильные телефоны вот эти смартфоны хотя и не фэн но я люблю их подержать в руках там под поклацать и это тоже я вот хотел себе микрофон купить смотрел смотрел но я был не удовлетворен никем вот этот меня просто поразил я купил его посмотрел и он действительно делает то что я надо то что мне нужно так что друзья может быть когда я с ним разберусь хорошенечко вы знаете разбираюсь долго аккуратно но зато если разберусь ух вы потом увидите качество когда нибудь я надеюсь мы сядем вот так вот и я уже буду на него говорить и у нас будет офигенный звук но до этого нужно будет дожить друзья офигенная штука прям прям вообще так вот это по первому пункту и сейчас куда бы это мне поклась я вот сюда вот по ходу это по первому подпункту что знаете чтоб если поменяется звук чтобы вы знали следующее друзья опять же я купил вот такие вот вот такие вот пакетики то есть как вы знаете у меня я тут закрываю этот адрес чтобы на это нафиг не надо очень-очень-очень много просто вообще неимоверно много вопросов что это за пакетики которые использую защитные пакеты я уже прям не знаю что делать друзья просто каждом видео под каждым видео вопросы что это за пакетики у тебя защитные на этих на на твоих игр и где ты их покупаешь друзья как вы знаете может быть даже вы не знаете я живу в германии и к сожалению я не знаю потому что я уверен что люди мне пишут с белоруссии с украины с россией я не знаю где у вас эти пакетики купить но скорее всего как я это думаю их мы можете купить нам авито просто-напросто банально заведя в поиск защитные пакетики защитные блюрей пакеты или защитные пакетики или пакеты вы сами знаете что там завести попробуйте то и то и у вас выдаст он вот такие пакеты так вот у нас эти пакеты привозит вот эта вот фирма вот это как видите может быть здесь будет видно вам это протектер вот они у нас в германии занимаются вот этим вот всем так вот сейчас я открою опять же знаете потому что у меня набралось уже с прошлого пополнение около я даже не знаю сколько примерно наверно 30 уже игр собралось которые мне нужно опять переобувать знаете в пакетики а их сожалению у меня закончились и вот теперь я их буду переобувать так это у меня рейхнум то есть за 100 пакетиков здесь содержится 100 пакетиков они у нас стоит 690 то есть 6 ойра или евро как говорят россии 6 евро 90 центов если обрублите это 7 евро и они у нас называются блюрей шутс кюлен то есть защитная оболочка 14 миллиметровый то есть 14 миллиметров это именно блюрей стандарт то есть этот стандарт 14-миллиметровый подходит как блюрей фильмом так и блюрей диском для playstation 4 для playstation 5 для xbox one для xbox series x кстати еще на эту тему сегодня поговорим так вот окей и вот еще здесь у меня есть какие-то если вы не довольны чем-то то пожалуйста напишите на мне друзья я всем доволен так что писать не буду и собственно сами пакетики приходят вот в таком конверте знаете вот такой конверт меня напоминает когда люди себя делали пишут вербунги от сожалению не знаю как называться на русском языке знаете когда люди хотят устроиться на работу пишут такие вот вот такие вот листы а4 формат и вот пожалуйста и вот вот эти вот пакетики 100 штук хватает надолго очень очень эластичные и очень прочные друзья из-за чего я вообще и занялся такой давно-давно уже темы что знаете я очень кропотливо отношусь к моей коллекции блюрей фильмы игры на разные консоли вы знаете у меня есть небольшая состоящая из 10 по моему игр на playstation 1 коллекция у меня там самая-самая которая мне нравится то есть они никогда не знаете задавался целью собрать как можно больше игр на playstation 1 нет не хватает того что у меня есть на playstation 2 у меня более-менее коллекция опять же составляет только те игры которые ну в принципе мне интересны плюс у меня на playstation 3 коллекция которая в принципе там 99 процентов игры которые только выходили на playstation 3 в том или ином виде там конечно же эксклюзивы когда у sony принято эксклюзивы это круто так вот только эксклюзивы на playstation 4 вы знаете у меня громадная коллекция 150 дисков плюс xbox one плюс xbox 360 и вся моя коллекция переобута вот такие вот пакетики друзья потому что хоть даже у вас вся ваша коллекция стоит где-нибудь в шифонере стоит где-нибудь я не знаю ну в какой-нибудь коробке или что все равно рано или поздно туда даже вот честно вам скажу лет 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 два простоит у вас подкассетник вы его откроете вы офигеете внутри вы найдете пыль я без понятия я не могу себе объяснить как это пыль туда попадает то есть я вообще я без понятия просто но несколько раз уже такое было особенно блюрей фильмы потому что блюрей фильмы игры я еще хоть как-то в руки беру а вот блюрей фильмы например те фильмы которые я купил где-то в году 2006 2007 когда playstation 3 вышла то есть эти некоторые блюрей фильмы я не трогал уже они у меня как в коробке стояли так и стоят почему в коробке потому что друзья может если кто не смотрит мои все видео у меня просто банально в доме уже нет места для этих блюрей фильмов приходится их ставить туда где есть место я еще раз повторюсь я в некоторых видео говорил если вы ко мне зайдете в гости вы не сразу скажете что я любитель фильмов или игр нигде вы нигде вы у меня дома не увидите какую-нибудь индицию что я люблю и фильмы или игры понимаете у меня все спрятано то есть чтобы не поиграть мне нужно открыть шипонер или еще там какой-нибудь шкаф достать игру достать фильм и только его тогда вставить в приставку смотреть и я не знаю и играть так вот и из-за этого вся моя коллекция переобуталась такие пакетики и друзья я ими пользуюсь уже более я не знаю более более 7 лет наверное более 7 лет и я вижу что коллекция держится в таком состоянии в каком вы ее покупаете самый большой плюс конечно же эти пакетики для тех игр которые вы покупаете нулевые то есть вы купили из магазина вы поиграли или там я не знаю или собираетесь поиграть когда-нибудь переобуваете в такой пакетик и у вас игра остается в том самом виде в котором вы ее купили это круто друзья это просто-напросто круто 7 евро за 100 штук это это ничтожно мало это работает вот так друзья вы берете отсюда пакетик вы вставляете сюда вот сюда вставляете игру отдираете вот эту штучку вот эту штучку отдираете и просто-напросто как конвертик закрываете все она у вас в пакете очень много раз например как моя практика показывает я несколько раз знаете беру игры и ищу например ту или иную игру особенно если у вас коллекция более 100 игр а вы знаете я приближаюсь уже xbox one игр к отметке 400 до я думал что в 2020 году мы не добьем не добьем 350 или сколько я не помню но сейчас я уже кстати по моему даже я уже отметку в 400 игр уже переборол блин не помню не помню друзья надо будет почитать ради интереса так вот если я например хочу знаете игру рима дат поиграть кстати 1323 или 28 октября будет вторая часть которая будет называться брокен порцелан то есть сломанный порцелан вторая часть так вот первая часть рима дарт тормэн дэд фаттерсов кстати она по моему называется так вот например допустим я хочу ее поиграть у меня коллекция 400 игр некоторые игры стоят одним рядом некоторые вторым рядом которые я не вижу я понимал это глупо это у бога но друзья когда у вас уже реально большая коллекция и и оставить некуда я вынужден ставить вторым рядом понимаете из-за этого мне приходится первый ряд убирать и второй ряд брать в руки и вот так переедовать знаете как карту так жонглировать и постоянно трогать приходится пальцами подкассетники это плохо потому что как бы вы бы к своим рукам не относились как бы вы их не мыли все равно учила человек это такое я не знаю такое такое блин такой организм что все равно на кончиках на кончиках пальцев где-то слышал эту фразу в русском интернете так вот где-то на кончиках пальцев у вас постоянно есть какие-то отпечатки какие-то жир какая-то какая-то мокрота непонятная откуда бы она взялась так вот она постоянно остается на дисках я меня это телебит просто я не люблю когда на технике на не дай бог на телевизорах я даже с телефоном когда разговариваю я его вот так вот держу знаете что дай бог ничем не это не затрону из-за этого друзья пакетики вручают серьезно вручают и когда мне люди пишут где ты их берешь друзья я их показал где я беру в германии но к сожалению я не знаю где вам их взять в в россии но для тех людей кто хочет например импортировать с германии мало ли есть такие люди я уверен сто процентов я обязательно дам дам ссылку в описании так что друзья пакетики просто обалденная штука ваша коллекция в первое изданном виде будет жить несколько тысяч лет я уверен если даже друзья пакетик когда-нибудь каким-то образом он очень очень толстый то есть его реально нужно постараться порвать но мало ли вы вытянули игру не так или еще что то у вас здесь вот пакет разорвался и черт с ним вы берете следующий 7 евро друзья 7 евро за 100 штук это ничтожно мало вот эту фольгу так что тем более я еще сказал вам знаете вы когда покупаете игру это идеальный способ и его так за мумифицировать но нет если вы даже покупаете бушную игру и вы знаете я например в моем случае постоянно меняю подкассетник у меня есть купленные подкассетники для xbox 360 для xbox one для playstation 4 мало но есть я постоянно переобуваю подкассетник сразу чем мы кстати займемся на пару игр у меня будет новом закупе в закуп 84 если мне не изменяет память вот этот там он опять будет большой повторюсь там будут пара игр которые я уже нигде не нашел в новом виде они не раритет они не то просто-напросто они закончились понимаете и нет продолжаю их прессовать по-новому так вот я меняю подкассетник и когда вы меняете подкассетник игра опять же выглядит как новая и опять же я кладу в эти пакетики и она блин друзья поняли данную посылку если у вас коллекция если вы бережно относитесь к играм я советую вам такие пакетики все-таки прикупить для блюрей 14 миллиметров для dvd формата для xbox 360 другой не помню к сожалению какой но я постараюсь дать в описании чтобы у вас хоть более-менее были какие-то направляющие так с этим все ха да следующее я прикупил одну игру была на амазоне игрушка она стояла по 15 по 20 евро блин я уже привык и вот с вами общаюсь я уже стал называть евро вот это круто я их назвал только ойра по-немецки так вот за 10 за 15-20 евро была игрушка которая мы ее распакуем закупить и мне с этой игрушкой пришла вот такая вот друзья шапка я думаю нифига себе шапка по call of duty call of duty infinite warfare я думаю блин классно прикольно а мне потом люди пишут которые у которых я заказал эту игру оказывается на этом сайте сам я этого не думаю я уже заказал более 100 игр не только на xbox one я там и playstation 4 заказывал это и мне просто-напросто люди сказали спасибо вам большое за ваш фанатизм к нашему сайту но я как посмотрел знаете архив оказывается в последний раз я там покупал что-то в 2019 году в феврале по моему то есть а у них это все запоминается то есть какой-то сайт который работает с амазоном дарит не такую штуку сам amazon блин которым я заказываю каждый месяц я там оставляю друзья сейчас пожалуйста не поймите неправильно меня потому что я в прошлом видео опять я вроде бы с вами говорил но многие люди кое-что поняли неправильно что я говорил так что здесь мне сразу нужно как вы знаете притормаживать и объяснять это так вот друзья я сейчас ни в коем случае не хочу выпендриваться но у меня каждый раз вы знаете более 400 евро уходит на amazon на игры на всякие приблуды которые я сейчас себе хочу покупать и мне amazon никогда такие подарки не делает а здесь блин взяли сделали я уже конечно же прятую что пощупать ребята это не мерчендайз то есть это не обыкновенная шапка знаете там как например продают какие-то фигурки или что нет это реальная шапка которую вы реально можете таскать и еще какой-то доктор по моему он называется по call of duty infinity warfare судя по всему залежалась уже люди не покупают infinity warfare вы знаете это 2016 год я не знал прочитал 2016 год и судя по всему это все залежалась у них я не думаю давайте мы убьем двух зайцев сразу мы избавимся от продуктов которые нафиг не нужны уже в нашем складе которые лежат и занимают место и 2 зайца убьем что мы типа подкатим к нашему покупателю и он будет еще с более большой хотебностью приходить на наш сайт и заказывать у нас что-то вы знаете мне пофигу что они там думают мы неприятно мне очень приятно за такую шапочку посмотрел сколько она стоит ребята она стоит около 20 евро но все равно деньги понимаете вот такая вот шапчонка может быть даже это что у нас это да это у нас уходит конечно же это уходит я вот так сразу я вот этого вот такая шапчонка друзья блин офигенная качество не поверите качество просто опупенная вот такая вот надпись call of duty infinite warfare не поверите я ее буду таскать друзья я ее буду таскать я ее буду таскать зимой классная шапка очень рад опять же знаете друзья в этих видосах мы просто сидим и разговариваем из-за чего я в последнем видео и написал под конец нам все и под конец нам писал поговорим так что вот этот формат я не знаю называется поговорим просто посидим и поговорим так вот по первому пункту я вам показал микрофон я вам показал пакетики я вам показал шапку мелочь но приятно следующее по второму пункту ребята сейчас уже более пойдут такие непоказательные а такие разговорные эти под пункты классно здесь блин сидеть офигенно ноги вытянулся с вами разговариваешь когда я начинал сейчас запись не знаю сколько мы уже сидим на улице было солнце сейчас кардинально изменилась погода и я уверен сейчас или пойдет снег или боже услышь меня снег или пойдет дождь или боже услышь меня снег то есть настолько все сыро и круто прям депрессия наху нахлынивает мне прямо стало грустно очень обожаю такую погоду так вот друзья чего такое штата штука пришла с этой с с шапкой вы можете ее вот так вот как вы знаете когда приделать и она висит это маден 21 мерчендайз какой-то не знаю пришло пришло в шапке лежал и пришло показать так вот друзья очень много натыкался последнее время на ютубе знаете на какую тему что люди не очень разбираются в играх или как игры оформлены для какой-либо приставки сейчас речь пойдет сугубо о иксбоксе потому что playstation вы знаете у нас были диски playstation 1 диски были playstation 2 были диски playstation 3 есть диски playstation 4 и будет диски playstation 5 то есть здесь вы ну в принципе у вас все написано playstation 4 некоторые вы знаете будут играть и на playstation 5 но здесь все досконально рожевана что не так у иксбокса то есть как вы знаете у иксбокса немножко все по-другому и я встречал на моих комментариях вопрос был и вообще вот это все высказывание задано не мне а кому-то плюс еще на других каналах я вы знаете я люблю тематику вот эти консольные игры все так же на некоторых каналах слежу за этим просто смотрю включаю когда у меня есть время и заметил такую тенденцию многие многие люди пишут знаете какую тему пишут что у иксбокса это я сейчас цитирую их то есть у иксбокса вообще ничего не понять представьте себе это люди так пишут у вас например я купил сыну xbox series x прихожу в магазин мне нужна игра для xbox series x но майки такие тупые что сделали это все цитата что у них все игры зеленого цвета и все на всех одно и то однако на этаже надпись то есть если вы прикиньте я приду магазин для и за игрой для xbox series x я покупаю xbox one игру прихожу домой она и не идет и там ему ответы да конечно вообще это это блин как классно playstation playstation 4 и playstation 5 и здесь народ я хочу просто немного вам объяснить что это вообще такое как это будет работать потому что им и мои друзья всем привет задавали мне такой вопрос что как это будет выглядеть народ это будет выглядеть следующим образом я не знал почему люди этого еще не знают но окей вы знаете например xbox one игры в этом случае одна игра из прошлого нашего закупа который еще как вы видите не в полиэтилене потому что опять же полиэтилен и вы и пакетик я сейчас только купил защитный так вот все а что это мы а что это мы здесь разглагольствуем-то а народ так так и как самокрутку кто-нибудь в детстве самокрутку курил или один такой бэдбой пожалуйста понимаете теперь я могу лапать его хоть залапать понимаете ничего с ней не произойдет и вот так вот раз в регаль в этот шкаф и все так вот друзья о чем я игры для xbox one с 2013 года выходят под такой маркой xbox one то есть вы знаете вы приходите в магазин у вас xbox one 2013 года xbox one s или xbox one x я ее поставил сюда чтобы черного цвета было больше потому что когда у меня много белого цвета то начинает сильно заплекивать экран из-за этого я оделся опять в черную в черный цвет и поставил вот эту черную чем больше черного цвета тем меньше заплеков то есть это долго объяснять друзья не просто что я молюсь нет хотя я помолился на эту приставку все можно так вот xbox one 2013 года xbox one s xbox one x вы знаете вы приходите в магазин покупаете игру все она у вас идет друзья когда выйдет xbox серия x и xbox серия s вы будете приходить в магазин и вы будете видеть игры то есть они пойдут с того момента когда может быть даже если повезет у нас в следующем закупе будет это я оцентрирую немножко на этом внимание но именно эту тему я хотел рассказать в закупе но не подходящий формат вот этот подходящий формат у нас все игры будут вот с такой вот надписью xbox то есть не будет никакой никакого слова one никакого series x ничего будет просто-напросто слово xbox и если даже у вас консоль следующего поколения xbox series s или xbox series x вы приходите в магазин вы покупаете игру на которой написано xbox one она у вас пойдет если вы приходите в магазин покупаете игру для xbox one она у вас также пойдет то есть как вы знаете у microsoft на xbox на консолях полнейшая обратная совместимость с прошлым поколением в этом случае это xbox one то есть вы не сможете неправильно купить игру если только вы не купите игру для xbox 360 но там написан там вот такой dvd формат вы знаете подкассетник и там написано xbox 360 тогда конечно может быть эта игра и не пойдет у вас если она не поддерживается по обратной совместимости но если вы купите xbox 360 игру которая поддерживается по обратной совместимости то вам повезет и она пойдет но сейчас речь у нас идет именно о xbox играх так вот друзья нет такого понятия что вы сможете купить не ту игру нет такого понятия если вы придете в магазин и вы например купите игру под названием medium который сейчас выйдет для актуального поколения по моему по моему нет medium плохой пример потому что я не уверен будет она на xbox или нет не знаю короче по другому допустим допустим выйдет project cars 4 например и там будет написано уже просто слово xbox то есть она полностью активирован для xbox series x вы ее купите придете домой и все равно вы сможете в эту игру в project cars 4 допустим поиграть на консоли которая была вами приобретена в 2013 году на xbox one в 2013 году которая выходила помните такая здоровая консоль похожа на видеомагнитофон то есть вы никогда не сможете купить не ту игру любая игра пойдет на любой консоли с 2013 года xbox one то есть вы понимаете мне очень трудно на русском языке сейчас вам донести посыл но то есть я опровергаю те комментарии которые говорят вот я взял игру для хочу взять игру для xbox series x а взял игру для xbox one прихожу домой она не работает нет друзья полная обратная совместимость из-за этого microsoft не делают сейчас знаете не изобретают велосипед зачем им писать на дисках xbox series x когда эти же игры в большинстве случаев пойдут еще и на xbox one понимаете так что все будет идти опять же повторюсь может быть некоторые игры например medium я не знаю может быть hello infinite может быть будут играться только на xbox series x я не знаю но там будет где-то надпись на вот здесь вот где-то большая надпись будет сто процентов и вот эта надпись черную тоже никто не отменял друзья то есть здесь написано вы можете играть на xbox one и на xbox series x если в этой черной надписи будет где-то написано only вы можете поиграть только на xbox series x только тогда вы будете знать на вашей консоли xbox one вы не поиграете но в 99 случаях вы не купите себе неправильную игру все игры будут у вас играться несмотря какая консоль у вас есть так что надеюсь на этом я немножечко вам объяснил как и что и вот теперь я могу лапать эту игру как не знаю что потому что пакетик ее полностью как вы видите защищает от всего это круто это круто так вот по этому поводу мы также прошлись то есть вся ваша коллекция которая у вас например опять же как в прошлом видео рассказал все те люди кто коллекционировал игры для xbox one то есть они вообще не в пролете каждая игра играется по обратной совместимости на xbox series x и сейчас мы понемножечку подходим к обратной совместимости да к обратной совместимости мы подходим третий пункт я обязательно чтобы не забыть я его так обведу потому что я его пропустил но я решил сейчас обратную совместимость сюда подтянуть друзья вы знаете что опять же подвергается все что я говорил в прошлом видео то есть что sony чего-то боится все на меня накинулись ну не все а некоторые товарищи до чего sony боится они знают лучше тебя что делают я прекрасно понимаю что они лучше меня знают что делают потому что большая корпорация они получают за это деньги но все равно тот факт что они чего-то боятся неизбежен друзья неизбежен они боятся нам показать всю правду о консоли как вы знаете на прошлой неделе digital foundry это самый 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 известный канал на ютубе который занимается расстановкой всех точек над и если вы если позволите мне так выразиться то есть они делают разбирают игры по частям то есть как они идут сколько fps считают пикселей все нам это рассказывают и digital foundry как и многие другие обыкновенные блогеры получили уже дэвкиты боже не дэвкиты а как они называются приставки оригинальные приставки xbox series x конечно прототипы но они абсолютно идентичны с теми с ретейл версиями которые у нас будут продаваться 10 ноября 10 ноября господи поскорей бы поскорей бы так вот далее без проблем sony до сих пор до сих пор никому не дает из технических блогеров свою приставку вы меня друзья извините но sony не хочет чтобы мы видели техническую сторону приставки она хочет чтобы мы ее призаказывали она хочет чтобы мы ее покупали но она ни в коем случае не хочет чтобы digital foundry показали истинную суть playstation 5 друзья опять же не хейт абсолютно не хейт просто факт остался один месяц до релиза чуть больше одного месяца sony дала свою приставку знаете кому рэперу то есть sony считает что рэпер может намного круче рассказать про приставку и о ее технических характеристиках чем digital foundry то есть и вообще как вот на этот поступок смотреть мы дали нашу приставку рэперу один экземпляр зачем реально зачем я я прекрасно понимал что рэпер скажет рэпер скажет уа класс шик обалденная приставка йо-йо-йо вот это все да и все дайте приставку людям из digital foundry чтоб нам они уже сказали как работает обратная совместимость как работают новые игры заявленные с рейтрейсингом и все такое ну как сейчас вот понемножку информация выходит и информация выходит от других людей а не от sony и это очень очень неприятно потому что если бы sony бы хотя бы свою информацию честно говорила было бы круто но выходит информация что оказывается рейтрейсинг то вроде бы даже и не настоящий помните король то не настоящий то вот рейтрейсинг то не поддерживается на хардвардном уровне он поддерживается на софтвардном уровне ну playstation 5 и из-за этого playstation 5 когда я сейчас не хочу туда углубляться из-за этого когда мы видим рейтрейсинг на playstation 5 игр или на обновленных ремастерах которые вы должны отдельно покупать опять же как и в прошлом видео я сказал где spider man почему нам его не дают по обратной совместимости да потому что какие в прошлом видео сказал есть ремастер spider-мана которые будьте добры покупайте отдельно то есть опять же на меня кричали люди в прошлом видео что что я тут гоню но вот она все это просто sony как на ладони ее видно понимаете ее очень хорошо видно и вот да как я прошло видео сказал spider-мен ремастер нужно покупать за отдельные деньги И из-за этого вы можете, по-моему, его поиграть по обратной совместимости. Но он будет такой же, как и на PlayStation 4. По-моему. Если вы хотите улучшенную версию, то будьте добры к кассе. Касса находится вон там. Блин, реально. Это, извините меня, друзья, извините меня. Xbox Microsoft Remaster'ы дают даже на Xbox 360 игры, не говоря уже о Xbox Original. То есть любая Xbox Original игра, которая в прошлых веках на Xbox Original здоровой консоли шла, я не знаю, в 480. Пунктов иногда достигает там 500 чем-то, то сейчас она идет в 4К. Это тот же самый ремастер, но он абсолютно бесплатный. Red Dead Redemption первая часть, Ведьмак вторая часть, которого нет на PlayStation 3, на PlayStation 4, ни в каких видах. Он, считайте, ремастер бесплатный по обратной совместимости. То есть здесь Sony опять гребет бабло и хочет гребсти бабки. Так вот, дали приставку рэперу. Окей, ваше право. Сегодня на YouTube я наткнулся на какого-то японца гиперактивного. У него там 5 лямов подписчиков. И он занимается какой-то ерундой, я ничего не понял. Ему дали приставку. Он забегает, как всегда, корчит рожи, вот эти рожи на YouTube. Знаете, меня просто обворотит, когда я вижу на YouTube ролики, там, игру какую-нибудь. Или приставку, и вот так. И 18 стрелок. Красные стрелки, синие стрелки. Вот такие вот, знаете, табнейлы. Что рассчитано, я не знаю на кого. То есть мы все взрослые люди, и прекрасно я понимаю, я на такие видео даже не клацаю. Иногда приходится, потому что если мне что-то интересно. Но вы знаете, вы бы клацанули видео, если бы у меня было на табнейле вот такая картинка. Вы бы клацанули на такое? Я бы нет. И вот так же и тут, знаете, чувачок забегает в какой-то, я не знаю, в какую-то комнату. Там стоят люди, стоит приставка PlayStation 5. Нам на заднем плане все гул, смех. Мы не слышим, как она работает. Кстати, Digital Foundry сказала, что Xbox Series X, она такая же тихая, как Xbox One X. В играх по обратной совместимости. В некоторых местах даже тише. То есть, вау. И это не одни они. Я еще от многих американских блогеров слышал, что она действительно тихая. Она очень-очень тихая приставка. И иногда вы даже не понимаете, что она работает. Респект. Просто-напросто респект. Так вот. Этот чувак забегает в комнату. Вы 100% уже видели, наверное, это видео. И начинает играть в какого-то вот этого робота белого, знаете. То есть, бегает, бегает. Нам ничего про приставку не говорят. Ни про ее размеры. Ни про ее входа. Ничего нам не показывают приставку. Нам показывают вот эту вот игру, знаете. Чтобы полностью наше внимание было посвящено игре. Потом он переключился на какую-то другую игру. На Godfall, по-моему. Или как она называется. Тоже эксклюзив Сонькин. А он там бегает, бегает, кричит, строит рожи. Ему все нравится. И все так круто. Раз ролик заканчивается. Я ухожу с этого ролика 30-минутного. С понятием. С таким, что я ничего не понял. Вот. Сони дала, слава богу, второму человеку свою консоль. И что я увидел? Я увидел вот этого белого робота. Помните? Который давался на PlayStation 4. Он как будто у вас в джойстике жил вот это, вы знаете. Вот это детское приблудо. Где, ой, ему там темно. Он там бегает, прыгает. Ну, вот это вот, знаете. У Сони всегда была такая проблема. Друзья, сейчас небольшая сноска. И можете в меня помидорами кидать. Сони делает акцент на вещи, которые никому не нужны. То есть, когда делает Нинтендо на такие вещи, акценты. У них это получается. Сони несколько раз уже обжигалось. И все равно продолжает гнуть эту линию. То есть, вспомните 6-axis. PlayStation 3 времена. Помните, да? Когда у вас был джойстик для PlayStation 3. Он был набит гироскопами. И обязательно каждая игра, которая выходила, должна была поддерживать эти функции. Люди играли. Люди матерились. Люди не хотели этим пользоваться. Но Сони и заставляла, как Microsoft заставляла покупать Kinect. И пользоваться им. Так и здесь Сони заставляла людей просто... Вы помните Layer. Вы помните Heavenly Sword. Вы помните вот это все. Дайте нормальное управление. Зачем нам вот эти вот все? Окей. Выходит PlayStation 4. Друзья, извиняюсь. Чисто мое сугубо мое мнение. Выходит PlayStation 4. Нам делают просто такой невероятно хай-тековский джойстик. Который здесь светится. Зачем? Не могу понять. Я понимаю, чтобы его какая-то камера, по-моему, ориентировала или что. Но при игре он меня бесит. Он отражается в телевизоре. Вы знаете, у меня здоровый более двухметровый телевизор. Когда играешь ночью, это падло отражается в экране и не дает иногда целиться. Я его поставил на самую-самую мелкую уже, чтобы он не светился. Я его заклеивал. Но прикол, когда его заклеиваешь, этикетка отсюда отклеивается. Становится здесь грязно быть. Зачем? Плюс вот этот вот, он используется в играх, как тот же самый 6-axis. Вот у нас есть вот этот touchpad. Давайте его будем задействовать. Давайте в Second Sun мы сделаем, чтобы вы можете трясти этот джойстик и как бы спреем пользоваться, на стенах графики рисовать. Давайте мы в Killzone сделаем, чтобы вы можете его так вот вишивать вверх и у вас полетит ваш робот вперед. Друзья, это все навязчивость. Понимаете, это все можно было бы не делать. Но Sony почему-то акцентрирует или ставит акценты на те фишки, которые нафиг игрокам хардкорным не нужны. То есть, вот эти все, извините меня, свистопляски. Вот это вот тут светится, тут светится. Потом вы покупаете PlayStation 4 Pro и у нее вот здесь вот еще светится. То есть, к чему вот это вот? Я не понимаю. Я хочу сесть и играть в игру, понимаете? Я не хочу смотреть на вот эту всю свистопляску, которая здесь. Это мне напоминает, знаете, когда в детстве у меня был велосипед, я был очень маленьким. И у нас из друзей была такая фишка, кто на свой велосипед натянет больше всего катафотиков, всяких проволочек. Всяких, помните, ездили и брали вот так прищепку и брали какую-то картонку, прищепку. И когда ездили, чтобы она между спицами так трещала. Чтобы тебя все видели, чтобы тебя все замечали. И вот джойстики с поколения PlayStation 4 мне напоминают вот именно мое детство. Когда чем больше у тебя всяких вот этих свистоплясок, тем лучше. Если вы меня спросите, мне это абсолютно не надо. То есть, я вышел из того возраста, где я, знаете, хочу вот эти вот, чтобы тут светяшка была. Чтобы здесь голос какой-то выходил. Чтобы Six Exis был. Чтобы там он вибрировал. Чтобы здесь светился. Ну нафиг, ну ладно. Друзья, вот. Друзья, вот он джойстик. Для игроков. То есть, я прекрасно понимаю, друзья. Кому-то это нравится. Джойстики. Вот эти мы еще о джойстике сегодня поговорим. Но Sony акцентрирует внимание не там, где надо. Так же и дизайн консоли, друзья. Если вы меня спросите. Xbox Series X. Я не говорю, что она идеальная консоль. Она очень, очень. Как это сказать? Brave. Как это сказать? По-русски. Друзья, извините. Она очень, 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 очень мужественная. Короче, друзья. Brave по-английски. Не могу найти это слово по-русски. То есть, они не побоялись этого. Понимаете? Они сделали такой дизайн. Все ее сравнивали с холодильниками. Microsoft что делает? Делает стрим. И делает на гринскрине такой типа холодильник у человека, который гринберг, по-моему, или как его. То есть, майки сами ржут над своими приколами, которые фэды и хейтеры им делают вот эти вот, знаете, гифты и все такое. То есть, они не побоялись этого. Смелость. Brave. Очень смелый дизайн. Наконец-то я нашел это слово, друзья. Очень смелый дизайн. Что делает Sony? Sony делает здоровенный, здоровенный кирэд. То есть, девайс, который похожий, друзья, на 100% на мой роутер. У меня роутер Fritzbox 7490. Если вы хотите, можете погуглить. Белый. Он похож на приставку Sony. Но роутер у меня стоит под столом где-то. И он никаких вообще этих не вызывает. Но консоль, которая должна стоять в помещении у меня, например, она ко мне вообще не пасует. По-немецки пасует, не подходит. Понимаете? То есть, у меня вся мебель черная. Плюс еще немножко такого, знаете, такого серого оттенка. Плюс такого древесного оттенка. То есть, она у меня будет как седло на корове. Но ничего страшного. Более того, как мне кажется, дизайн очень-очень-очень у Sony, у PlayStation 5 очень быстро постареет. Он сделан очень мне напоминает как фильм. Вы помните, например, фильм 2001. Space Odyssey от Стэнли Кубрика. Вы помните, в 70-х ли какой-то год был, там, типа, нам показывали, режиссер показывал, как он думает, как будет выглядеть будущее. Помните, да? И вот будущее, например, там показывали 97-й год. И когда 97-й год настал, то то, что мы видели в фильме, оно было нелепо. Оно было вообще непонятно как. И абсолютно не сочеталось с теми девайсами, которые у нас были в 97-м году. Так и здесь, мне кажется, что вот Sony сделал вот такой дизайн. И, как мне кажется, уже через 3-4 года он будет очень-очень постаревший. Потому что вот такие футуристические линии, они стареют очень быстро. Xbox, Xbox One X, он как был вот таким вот кирпичом, он так и через 10-15 лет останется кирпичом. Потому что у него элегантные прямые края, понимаете? Это просто брусок. Кстати, он мне очень сильно напоминает, опять же, в... Я не знаю, для чего я держу этот джойси в руках. Напоминает фильм, опять же, Стэнли Кубрика, который, опять же, называется 2001 Odyssey to the Space, по-моему, приключения в космосе или как-то там, не знаю, 70-го года. Где, помните, нам показывают, как появилось человечество, типа, теоретически, как это могло произойти. И вы помните, там стоял монолит. Помните, да, такой черный монолит. Xbox Series X мне напоминает этот fucking монолит. Когда я смотрю этот фильм Стэнли Кубрика, там все устарело. Там устаревшие космические корабли, устаревшая мебель, устаревшие одежды, которые уже тогда думали, что мы так будем одеваться в будущем. Все устаревшее в ноль. Единственное, что не устарело, это вот этот монолит, который стоит. Понимаете, друзья? Я вам, кстати, опять же, если кто не знает, о чем я говорю, о каком фильме, я дам ссылку в описании на этот фильм, чтобы вы просто, мало ли, заходите посмотреть. Этот монолит, когда я смотрю этот фильм, этот монолит, он как был в то время, в те годы, монолитом. Так он сейчас остался монолитом. Потому что вот этот монолит, вот эта вот квадратная форма, они не могут стареть. Они просто-напросто не могут стареть. Они будут такими всегда прямыми краями. Плойка, что третья плойка 60 гигабайт, она ужасно выглядела уже через 2 года. Что супер слим, она ужасно выглядела уже, когда она вышла, не говоря уже через полгода или через 2 года. Плейстейшн 4 стандартная версия, более-менее Плейстейшн 4 версия, она мне самая больше нравится, оригинальная. Плейстейшн 4 Slim мне не нравится вообще никак. Плейстейшн 4 Pro более-менее, ну вот эти 3 этих, то есть я о чем хочу сказать. То есть дизайн у Sony, он очень шикарный на первый день, но он очень быстро, очень быстро стареет, как мне кажется. Друзья, я не знаю, блин, как мы сюда пришли, зачем мы сюда пришли. Я стал от джойстика, когда говорит. Так вот, Sony делает акценты не на то. То есть Sony нам хочет сделать обалденный дизайн, который, чтобы, знаете, чтобы, ну, вау, за сердце взялись и все. Но на самом деле, я уверен, особенно я наблюдаю на Ютьюбе очень много, не специально, а вот натыкаюсь на них, очень много блогеров с России, которые просто-напросто, знаете, показывают свою рум-тур и все. Ни у кого из них не подойдет вот эта белая Плейстейшн 5. Пусть даже черная будет, черная еще более-менее куда-то подойдет. Но белая не подойдет ни в одну комнату, тем более у людей, у которых, например, куплены мебель с Икеи. Так и ко мне она не подойдет, тем более в горизонтальном виде. Как вы знаете, она стоит вот так еще более-менее, но когда ее кладешь, это страсть божья. У меня консоль, к сожалению, будет слежать, понимаете, потому что у меня только лежачее место. Когда я проектировал мою полку, лоуборд или сайдборд для моего телевизора, я проектировал так, чтобы две приставки лежали. Xbox Series X можно покласть, PlayStation 5 тоже можно покласть, но опять же, в то время, когда Series X как обыкновенный куб монолит смотрится, то PlayStation 5 в лежачем виде смотрится просто убого. Это чисто мое мнение, друзья. Никого я его не навязываю. Так что я бы хотел, чтобы Sony немножко набралась смелости в следующем поколении и сделала нам обыкновенный джойстик, без всяких миганий, без ничего. Я прекрасно понимаю, вот эта кнопка также светится у Microsoft, но она не навязчиво светится, она не светит в экран, понимаете, он не отражается там. Здесь никаких мониторов нет, никаких этих гироскопов. То есть вот джойстик, который вы держите в руках, и он отличный, друзья, он просто-напросто отличный. Это немножко про джойстики, мы не знаем, почему я сюда пришел, без понятия, как я сюда зашел, мы вообще разговаривали про обратную совместимость. Так вот, акценты расставлены не на то. Так вот, мы начали у рэпери, да. К сожалению, Sony не дает свою приставку, чтобы мы точно посмотрели, как она работает. А это уже 100%, как если вы меня спросите, я думаю, у них, как и в прошлом видео я сказал, у них какие-то проблемы. То есть они или с 4К проблемы, или с 60 FPS проблемы. Окей, это пусть будет на их совести. Вообще, да, сейчас я вам об этом лучше еще... А нет, кстати, здесь я могу затронуть. Нет, я не буду затрагивать, я лучше потом сюда приду. Так вот, да, что мы увидели, когда нам Digital Foundry показало, я, кстати, опять в описании дам этот ролик. Вы можете посмотреть, что мы увидели от Digital Foundry. То есть, как они и сказали, Next Gen игр нет пока у них на руках. Ну, окей. Они нам полностью показали обратную совместимость. Опять же, у них не все игры были доступные. Можно показать только несколько. Или, я не знаю, как это работает. Там на некоторых эмбарго лежало. И вообще, вкратце, друзья, все Xbox One игры с прошлого поколения играются на Xbox Series X. Это без проблем. Все те игры, которые шли по обратке, также идут с Xbox 360 по обратной совместимости и с Xbox Original. Те, которые также поддерживались на Xbox One. Так вот, как работает обратка. И, друзья, когда я увидел, как работает обратка, не преувеличивая, я захотел прыгать. Я захотел залезть на стол и прыгать, и кричать. Просто надо просто кричать. Я не знаю, что кричать. Просто охота была радоваться. Потому что, опять же, друзья, у меня большая коллекция Xbox One игр. И как там давно-давно-давно-давно Microsoft намекнули, что все ваши игры будут идти. Они сдержали свое слово. Друзья, все наши игры с Xbox One будут идти по обратной совместимости на Xbox Series X. И, опять же, как и они сдержали слово без всякого улучшения. Без всякого улучшения. Вот у вас берете вот эту, например, игру вставляете. Если на нее никаких патчей нет, патчей нет, ничего. То эти игры с Xbox One по обратной совместимости будут использовать потенциал полностью весь от Xbox Series X. То есть, у вас будут SSD-быстренькие подгрузки. У нас будет, если динамическое разрешение в каких-то играх было, например, как Doom 2016 года. Там было, вы знаете, в больших... Там, где было много экшена, было немножко меньше, чем 60 фпс. Там, где мало экшена, то там было 60 фпс. Вы понимаете, да, о чем я? То теперь Resolution, вот в таких играх с динамическим разрешением, игры будут держаться на 4К. То есть, без всякого динамического разрешения. И даже те игры, которые шли на Xbox One X, это на минуточку самая сильная консоль на актуальном поколении. Моя самая любимая в этом поколении. Так вот, они там будут... Те игры, которые шли вот здесь вот в 30 фпс, то на Xbox Series X они будут идти в 60 фпс. Иногда, конечно, чуть-чуть поменьше, там 58, 59. Но все равно, фактор будет сила удваиваться, то есть, не сила, а будет фпс удваиваться в 2 раза. Благодаря чисто банальной мощи Xbox Series X. Без всяких улучшений. Это будут такие пассивные улучшения. Друзья, здесь сразу сноска. Не ждите, например, от игр, которые были 900p, что они у вас сразу в 4К пойдут. Нет. Для этого нужно игры улучшать. Или самим майком, или разработчиком. Понимаете, там нужно какой-нибудь патч выкатить на 2-3 MB, чтобы он просто некие изменения в коде игры сделал. То есть, если вы сейчас побежите за Xbox Series X, купите ее, подключите и вставите в нее Rise Son of Rome 2013 года, который шел в 900p или в 1080p. Но там была, честно, убогая графика для того времени. По сравнению с PlayStation 4, с инфраемацией конца, на эти два вот эти, которые я сравниваю всегда. Там графика обалденная, там было 1080p стабильная, здесь нет. Нет. Так вот, если вы эту игру включите на Xbox Series X, то у вас будут пассивные улучшения. То есть, у вас будет, конечно же, идти игра, если, опять же, если разработчики не сделали лог, не поставили лог, то есть, закрыли игру на 30 fps. Если у нее unlocked fps, то, конечно, у вас игра будет идти в 60 fps. Но если разработчики поставили лог, замок на 30 fps, то Xbox Series X здесь ничего не сможет сделать. У вас будут стабильные fps на 30чики. Но, друзья, это будут самые стабильные 30 fps в вашей жизни, поверьте мне. Потому что у Xbox Series X полно мощи, чтобы удвоить эти 30 fps. Но если разрабы в то время поставили замок, лог, повторюсь, то вы не сможете насладиться 60 fps. Так что из-за этого разрабам нужно или разрабам давать разрешение майкам просто-напросто анлаковать вот эту частоту fps. Это занимает, как я думаю, ну, примерно часик работы, наверное. Так что я уверен, у нас будет очень много игр, на которые будет выходить патч, где будет просто-напросто открывать лог на 30 fps. И мы будем наслаждаться 60 fps. Это будет круто, обалденно. Так что, друзья, не думайте, что все игры сейчас, которые у вас есть в коллекции, они в 4k в нативном пойдут. Нет, у вас будет пассивный апскейл на 4k. Понимаете? Те игры старые будут просто-напросто апскейлиться до 4k. Те же самые 900p, но апскейл на 4k. Выглядит это будет минимально лучше, чем 900p. Понимаете? Но в то время, когда, опять же, повторюсь, Doom 2016 года, потому что это единственный пример, который у меня быстро вот так вот выскакивает, в нем использовалось динамическое разрешение, насколько я знаю, 2016 или Eternal, по-моему, 2016 года. Динамическое разрешение, которое было 4k, иногда не 4k, когда у вас много на экране было врагов. Так вот сейчас, благодаря этому, динамическое разрешение будет держаться на нативном 4k. Те игры, которые уже шли на Xbox One X и в 4k, они и так будут в 4k, но только, опять же, если будет Unlocked, то будет 60fps, то есть 4k и 60fps. Вы не думаете, что Xbox Series X сейчас, знаете, без всяких патчей вам будет делать волшебство какое-то, будет преображать игры в 4k и 60fps. Нет, друзья, много игр, которые не золочены на 30fps и используют динамическое разрешение. Именно из-за этого мы увидели то, что нам показали в Digital Foundry. Просто обалдеть. Вы вспомните, в Final Fantasy у вас было два модуса. 1080p модус в 60fps до 60fps на старых консолях. И Resolution модус, то есть качество модус, где вы могли играть в 4k на 30fps. Теперь же у нас вот этот 1080p модус летает в стабильные 60fps, просто вообще никаких проседаний. И 4k модус у нас идет, опять же, по-моему, в 30fps, или там, если лока, по-моему, нету на Final Fantasy, то идет 4k и 60fps. Короче, друзья, единым словом, если вы сейчас запутались, потому что я уверен, что некоторые люди из вас запутаются, друзья, сейчас немножко резюмируем, просто чтобы вы это знали. Если игра на Xbox One не золочена на 30fps разработчиками, то она будет идти на Xbox Series X 60 кадров по секунду. Если игра золочена разработчиками на 30fps, Series X ничего не сможет сделать, чтобы сделать 60. Для этого нужно, чтобы разработчик пришел и подковырнул чуть-чуть код игры. Если игрушка поддерживает 900p, она так и останется 900p, но будет апскейл, как и на Xbox One X, так же на Xbox Series X будет апскейл до 4k. Да, понимаете, если в игре используется динамическое разрешение 4k, ниже 4k, 4k, ниже 4k, смотря как у вас, что происходит на экране, то сейчас будет стабильная 4k, потому что мощи хватает. Понимаете, надеюсь, я здесь вам это все доступно рассказал. Вообще, если вы меня спросите, ничего вы не сможете сделать неправильно, купив Xbox Series X и играя в игры старого поколения по обратной совместимости. В любом случае, есть патч, нету патча, пассивное улучшение, когда я говорю, когда без патча это пассивное улучшение, когда с патчем это активное улучшение. Что пассивное улучшение, что активное улучшение. Всегда это большой плюс играть в старые игры на новом поколении. То есть, друзья, здесь без всяких, просто без вариантов. И также Digital Foundry опять же сказала пару слов, что опять же консоль очень тихо. Они в этом видео или Digital Foundry не говорили, или они где-то в блоге писали. Короче, факт остается фактом, консоль удалась. То есть мы знаем все. Вот теперь консоль может прийти, и мы с уверенностью, люди побегут в магазин, отдадут свои 500 баксов за консоль. Что не могу сказать о PlayStation 5. Как бы я хотел, чтобы Digital Foundry нам показала, полностью рассказала все про PlayStation 5. Но вот последний ролик был про Spider-Man, где Sony использовала в ремастере Spider-Man. Это на минуточку, как я понял, старая игра, только в ремастере в ней использовали рейтрейсинг. И как оказалось, это фейковый рейтрейсинг. То есть там он 50 на 50 работает. То есть есть отражение, нет отражений. Мне это до фейни, вот эти все, знаете, косметические улучшения. Классно, но, блин, не работает, не работает, ничего страшного. Просто единственное, что меня бесит, что Sony все равно хотят за этот ремастер деньги. Так вот, друзья, обратная совместимость, обалденная штука. Я рад, и я рад, что Microsoft нам вообще все это показывает. И вообще, когда мы говорим о Xbox Series X, о Xbox One, все всегда Фил Спенсер, герой, терапир. Фил Спенсер, герой, без всяких этих. Тут бабки ходить не надо. Но, друзья, вы не забывайте также про человека, который... Как у него фамилия? Рональд, Джеймс Рональд, по-моему. Джеймс или Джим Рональд, как-то его зовут. Это человек, которого вы... Вы его в любой толпе не сможете не заметить. То есть он выделяется от всех. У него очень мало волос на голове, но зато у него здоровенная-здоровенная-здоровенная борода до самого, блин, этого... До самого пола он за него спотыкается, судя по всему. То есть этому человеку, благодаря этому человеку, у нас вот такая архитектура консоли. И вообще у нас вся вот эта консоль. Фил Спенсер, он молодец. Он рулит этим всем. Он дает деньги, он просит деньги. Фил Спенсер, это просто обалденный чувак. Я рад за него, что он вытащил Microsoft из такой ямы. Но прошу не только, знаете, как говорится, в свете прожекторов держать Фил Спенсера. Вне сомнения, обалденный чувак. Но вы также не забывайте про старину Роналда. Он очень-очень многое сделал для Xbox Спарты, понимаете? Просто вам вот так вот. И сегодня также, ребята, я смотрел вот опять же на Xbox One штуку такую, что опять же подтверждено. Как я и думал, как это должно было быть, знаете? Это как человек, когда вот себе вот логически подумает, и оно так и есть. То есть сегодня это на 100% я увидел в подкасте у Microsoft. Как я думал, оно так будет работать, так оно и работает. Как нам Фил Спенсер говорил или намекал, так оно и работает. То есть о чем идет речь? Друзья, если вы берете игры по обратной совместимости с Xbox One, инсталлируете на SSD Xbox Series X, вы выигрываете в скорости. Вне сомнений, вы выигрываете в скорости. То есть хоть как вы выигрываете. Если вы, если у вас, так же как у меня, у меня, например, в моем случае, вы знаете, опять же повторюсь, может быть некоторые скажут, что ты уже задолбался со своей 14 терабайт. Нет, друзья, мне нравится, я в этом говорю. Так вот, вы прекрасно знаете, у меня есть 14 терабайт жесткий диск от Western Digital, внешний. 14 терабайт, и туда вся моя коллекция зашла. У меня сейчас осталось там 1,7 свободного места. То есть я уверен, сейчас я еще пару закупов, таких по 30 игр, и все, и у меня будет она полная. Но я надеюсь, это поколение у меня все равно все влезет на 14 терабайт. Повторюсь, там Xbox Original, игры по обратной совместимости, там Xbox 360, игры по обратной совместимости. И вся, без исключения, вся коллекция Xbox One, то есть вся, все влезло на 14 терабайт, и повторюсь, 1,7 свободные. Как я и думал, как там Фил Спенсер намекал, и так и подтвердил Джейм, Джейм, блин, как стыдно. Надо было хотя бы перед этим видео, блин, его имя, отчество-то, блин, запомнить. Джеймсон, или как Роналд, я знал, что Роналд, короче, друзья, у него большая-большая борода, вы знаете его. Он сказал, да, если у вас игры заинсталированы на внешнем жестком диске, вам ничего не надо делать. Вы просто-напросто берете жесткий диск, отсоединяете от консолей нынешнего поколения, от Xbox One X, например. Включаете провод в Xbox Series X, нажимаете на включить жесткий диск или на включить приставку. Идым, у вас появляется надпись, диск готов к употреблению. То есть, вы берете этот жесткий диск и используете дальше. Ничего инсталлировать по-новому не надо. Может быть, для некоторых игр вам нужно подкачать будет патч, патч улучшения или еще чего-то патч. Но, если у вас, как у меня, например, вот эта игра, допустим, мы сейчас сконцентрируемся на ней, она у меня заинсталирована на внешнем жестком диске, то мне ничего не нужно будет делать, как жесткий диск переключить к Xbox Series X, включить эту игру в привод и играть. Все. Очень удобный переход с поколения в поколение. То есть, вообще без всяких прыгалок с бутом. Просто все будет сразу идти out of box или как они, эти американцы говорят. Все. Так что, и игры. Опять же, друзья, игры по обратной совместимости, Xbox One игры, Xbox 360, Xbox Original, вы можете их, да, играть, запускать с внешнего жесткого диска без проблем. Вы также можете любые из этих игр перекинуть на SSD на Xbox Series X и играть оттуда. Как я уже и сказал, будут небольшие бонусы по скорости загрузок. Особенно, если кто-то из вас захочет перепройти Dark Souls Remastered, Dark Souls 2, как он называется, не помню, of the first scene как-то, да, Dark Souls 3, если кто-то захочет пройти, то это самое время брать игры по обратной совместимости. Даже если они у вас уже на внешнем жестком диске, я советую бы вам их просто-напросто перекинуть на Xbox Series X и уже играть там. Потому что вы знаете, Dark Souls это такие игры, где очень много умираете. И из-за этого у вас очень много постоянно подгрузок. И там будет они гораздо-гораздо меньше. Я не хочу вам сказать и ни в коем случае не говорю, что загрузки будут ликвидированы. Нет, абсолютно другая архитектура у консолей, или почти другая. Но они будут намного быстрее, понимаете? Если, опять же, это опять не все люди знают, если вы покупаете игру, которая предназначена для Xbox Series X, вот, например, опять же, классный пример, на ней все можно показывать. Эта игра идет как на Xbox One, так и на Xbox Series X, потому что здесь есть фишка, нет, ее здесь нету фишки, да, ее здесь нету, да, она просто идет на Xbox One и на Xbox Series X. Но некоторые игры здесь еще будет, как вы знаете, у меня была игра WRC 9, помните, ралли. Здесь был значок Smart Delivery. Когда вы эту игру со Smart Delivery берете, инсталируете на Series X на SSD, то только с SSD игрушка, которая оптимирована для Series X, будет идти так, как надо, понимаете? Со всеми бонусами. Игра, которая предназначена для Series X, если вы ее заинсталируете на внешний жесткий диск, то на внешнем жестком диске она может у вас просто храниться, как архив. Но вы не сможете ее запустить с внешнего жесткого диска. Вам нужно будет ее, чтобы в нее поиграть, перекинуть на SSD Xbox Series X. Или сразу, чтобы не делать вот эти костыли, сразу инсталировать на Series X. То есть игры, для которых будет выходить оптимизация, вы не сможете будете поиграть с внешнего жесткого диска, потому что они, там уже будет оптимизация именно для SSD, что быстрые подгрузки и все. То есть, опять же, друзья, вкратце здесь резюмируем. Все Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One игры вы можете играть с внешнего жесткого диска, но также и перекидывать на SSD Xbox Series X и играть оттуда. Будет небольшой прирост к скорости. Но игры, которые оптимированы для Xbox Series X, вы можете на внешнем жестком диске только хранить. Играть не сможете запускать. Вам приставка будет писать, что типа перекиньте на SSD. Когда вы будете перекидывать или сразу инсталлировать на SSD, сможете запускать только с SSD Series X. Надеюсь, друзья, правильно вам это объяснил, потому что, как я посмотрю, информация вроде бы для меня понятная, но для тех людей, кто не так сильно вот этим всем занимается, она, может быть, для вас будет непонятная. Так что мы с этим разобрались. Да, вот я еще хотел пару слов про джерстики сказать. Просто так. Но нет, сначала мы еще о следующем поколении поговорим. Так вот, PlayStation 5, Forbush Trading. Forbush Trading, как вы знаете, это предзаказ. У меня так и не получилось, друзья, предзаказать PlayStation 5. Как вы помните, первый раз я банально не знал, что предзаказ будет. Вторая волна была анонсирована. Вторая волна, как Соня сказала, будет. Берите. Я пошел, я не успел. У нас лежал Amazon, у нас ничего не получилось. Третья волна была не анонсирована. Теперь еще нам говорят, что... Такую фишку, что я, честно вам скажу, друзья, без хейта, без ничего, я пока задумался, знаете как, вот я приду в магазин, она там будет стоять, я ее возьму. Все, я просто-напросто сейчас с меня вот это время убрал. Все. Самое главное, мне удалось предзаказать Xbox Series X. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что 10-го она у меня будет. Как у меня написано на Амазоне, 10-го. Дорогой вы наш, Серега, получите вашу Series X. И я на это надеюсь. PlayStation 5 мне не удалось предзаказать. Я не обижаюсь абсолютно. А то вы скажете, конечно, не смог предзаказать, а теперь это... Нет, друзья, вы знаете, как она будет в магазине, я ее возьму. То есть сейчас я абсолютно охолодел к PlayStation 5. Мы не знаем до сих пор, друзья. Никакой информации, которая нужна людям, которые занимаются консолями, любят консоли. То есть мы знаем, какие игры, мы знаем, как она выглядит. Все. Деталей мы ничего до сих пор не знаем. Окей, пусть это будет на их совести. Так вот, предзаказать не удалось мне, но я успокоился. Пойду в магазин 20-го, 25-го. Если она будет, возьму. Не будет. Возьму, когда она придет. Так вот, у нас в Германии такая штука сейчас произошла, друзья. И сейчас опять, знаете, вот это был последним гвоздем в гроб хотения PlayStation 5. Друзья, она у меня будет. Она у меня будет без проблем. Потому что есть игры, которые я в Demon's Souls хочу, конечно, поиграть. В Horizon Zero Dawn я хочу обязательно поиграть на пятерке, нифига не на четверке. Если она там, конечно же, выйдет на четверке, вы знаете. Но я хочу поиграть в новые игры именно на новом железе. Плойда будет без, вообще, как говорится, к бабке ходить не надо. Но! Что у нас делает Sony? Некоторым людям, кто предзаказали PlayStation 5, сидят радуются. О, классно, скоро 19-го я получу консоль, нифига подобного. Им приходит имейл с надписью, извини, дружище. Но мы взяли сильно много предзаказов. Мы взяли настолько много предзаказов, что мы даже не поняли, что у нас столько товара нету. Ну, окей, ладно, люди погрустили, окей. Вроде бы немножко успокоилось. Предзаказов никаких нету. Сейчас пошли, знаете, какие письма, по крайней мере, у нас в Германии. Вот как у нас тут люди такую пургу подняли в интернете. Люди, кто предзаказал консоль PlayStation 5, и у которых пока еще не аннулировали предзаказ. То есть, вот, ты предзаказал, тебе она будет. Приходят письма на e-mail. Дружище, предзаказчик, вот тебе 5 игр на выбор, на твой выбор. Люди такие, вау, классно, еще и приставки PlayStation 5 игры дают. И там сразу такой мелкий шрифт. Выбери минимум одну из этих игр, и тебе придет консоль PlayStation 5. Но ты выбираешь игру не просто так. Ты за эту игру платишь цену или 70, или 75, или 80 евро. То есть, ты платишь 500 евро за консоль и еще 80 евро за игру. Знаете, что дальше они пишут? Если вы не выберете ни одну игру, захочете только консоль, мы аннулируем ваш предзаказ. Представляете, да? 2020 год, 2021. Вот так вот работает рынок по логике Sony. Ну, просто вы не хотите, мы вас задавим. Мы будем вас задавить до тех пор, пока вы, блин, я не знаю. Да, я офигел, когда услышал эту новость, друзья. Я просто-напросто офигел. Не дай бог, у меня был бы предзаказ, и мне бы пришло такое письмо. Я бы им ответку такую бы написал. Честно, я бы сказал, друзья, заберите свою консоль, подарите ее кому-нибудь. Не нужны мне ни одна из ваших пяти игр. Потому что с таким вот подходом к покупателям, я уверен, друзья, блин, долго они на плаву не продержатся. Даже заядлые фэны и фанатики скоро повернутся к ним спиной. Я уже вижу тенденцию в интернете, как многие люди поворачиваются спиной. Некоторые из-за того, что Microsoft купила Bethesda. Некоторые из-за того, что абсолютно не коммуницирует Sony, что и как вообще с технической точки зрения, по обратке, что будет идти, что не будет идти. Нет никакой коммуникации, но предзаказы уже были сделаны. И вы можете себе представить, как я вообще не понимал, что происходит. Так вот, резюмируем опять же вот это, что я вам сейчас только сказал. Пришли письма людям, кто предзаказал PlayStation 5 игры, с выбором игр 5 штук. С таким ультиматумом выбираешь минимум одну игру. Можешь все 5 выбрать, им даже лучше. Но выбираешь минимум одну игру с доплатой 80 евро. И покупаешь консоль, и тебе дают консоль. Если за 580 евро, то есть 500 консоль и 80 играй. Если ты не выбираешь ни одну из этих игр, твой предзаказ аннулируется. Дебилизм полный. Пусть они свою приставку себе оставят, друзья. Честное слово. Пусть загинаются, как хотят. Я уже настолько зол. Но я себе поклялся в этом видео, не как в прошлом видео. Не выходить из себя. Так что сейчас. Изи. Самое главное, Xbox Series X у меня будет. Я буду на ней играть до тех пор, пока Sony не постучится ко мне в дверь и скажет. Слушай, купи. Купи. Купи нашу консоль. Купи. Скажу, за сколько? 500. Буду разворачиваться, буду выходить. Подожди. 450 и вот еще 3 игры. 3 игры. За бесплатно. Вот тогда я ее возьму. Честно. Друзья, просто она болела. Просто как не знаю кто. Сейчас опять, я уверен 100%. Я насобираю столько комментариев. Но опять же, друзья, кто будет материться, кто будет материться, все будут улетать. Особенно, знаете, матеряться, когда в общей форме, без проблем, кто матерится на меня, друзья, за мое высказанное мнение, улетают сразу. Вы меня уже извините, как говорится. Знаете, как говорится, мой канал и мне нужно смотреть за ним, потому что я еще смотрю так же много детей на канале. Из-за этого я, в принципе, я не могу материться по-русски. Я только по-немецки могу материться, из-за этого у меня ни матов, ничего на канале нет. И я рад, понимаете, потому что так же и дети заходят, смотрят. Так же и дети комментируют. И к детям я отношусь точно так же, как и взрослым. Я не игнорирую никого в комментариях, понимаете. Так что будут улетать все, кто хоть как-то, я не знаю, каким-то матом будет именно на меня. Друзья, высказывание своего мнения, а тем более мнение какого-то обоснованного, я, знаете, я сторонник такого. Я люблю сам смотреть на мнения, которые хоть как-то обоснованы. Не чисто вот человеки сидят, очень много, очень много людей, у которых одна консоль или некоторые консоли. Например, PlayStation 3 была, PlayStation 4. Сейчас предзаказ на PlayStation 5 сделали, но никогда в жизни Xbox не имели. Катят чисто на Xbox, на Microsoft из-за того, что все это делают. Понимаете, это так стало модно. Это такой шит-шторм, который где-то зарождается, и он идет вот так, как, знаете, как система, как она, снежинки, не снежинки, а как он, блин, снежного комка. То есть он все больше и больше становится. И вот и на Microsoft катят все, кому не лень. И другие люди смотрят, блин, на Microsoft катят и я туда же. Понимаете? А это неправильно. И сейчас я очень рад, что я замечаю такую тенденцию, что многие люди, многие люди, прям, я знаю, у меня даже друг есть знакомый, он уже даже подумывает мне покупать PlayStation 5. Потому что с таким отношением ты покупателей потенциальных не будешь выигрывать, ты их будешь терять. Даже те люди, которые вообще с играми никак не знакомы, они не будут понимать, почему я должен покупать вашу приставку. Но я Sony желаю всего лучшего. Посмотрим, как они в этом поколении себя поведут. Следующее, друзья. Теперь полностью оставим новое поколение приставок. Новое поколение приставок. И хочу немножко поговорить про, знаете, про джойстики для консолей PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox One. Но, о чем идет речь? Как вы знаете, все кричат на Microsoft, что типа, блин, как так? Sony на PlayStation 5 делают такой революционный джойстик или контроллер или джойтпад, как хотите. Я знаю, что джойстик это летальный. Но, блин, я научился с самого детства называть их джойстиками. Так что, извините, друзья, для меня это всегда останется джойстиком. Так вот, говорят, вы посмотрите, что делает Sony. У них, блин, они не повторяют то же самое. Они делают какую-то инновацию джойстика. А у Xbox как был, так и остался. Друзья, здесь небольшой факт. Вспомните PlayStation 1. Там не было вот этих двух, но потом пришли, помните, позже. Джойстик был точно такой же. PlayStation 1. Пришло поколение PlayStation 2. Джойстик точно такой же. Здесь еще была аналоговая кнопка, помните, да? Так же, как на PlayStation 1. PlayStation 3. Точно такой же джойстик. То есть, у PlayStation 3 было три генерации джойстиков. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Только здесь убрали провод в каком-то смысле. Мы еще к этому подойдем. То есть, у Sony было три генерации одинаковых джойстиков. Это никого не волновало. У Xbox. Xbox Original использовал джойстик Duke, он назывался. Он такой здоровый, такой, как у Dreamcast. Xbox 360. Там далеко лежит, почему я его сюда не взял. Абсолютно уже другая форма джойстика. Абсолютно другая. Xbox One. Абсолютно другая форма джойстика. Xbox Series X. Такая же. Примерно такая же. То есть, если здесь даже вот так вот копнуть поглубже, то форма джойстиков у Microsoft не менялась. Только два поколения. Это Xbox One и Xbox Series X, который еще, к сожалению, даже не вышел. Понимаете? В PlayStation почему-то можно три генерации идти на одном и том же джойстике. Без проблем. И можно. Как только Microsoft анонсировали точно такой же похожий джойстик, там только одна появилась кнопка на джойстике, то все это уже принимают все в штыки. Как так? Никакой инновации, терпыры. Друзья, вы забыли, как было на Sony? Только с PlayStation 4 Sony взяла и сделала вот такое вот это вот недоразумение. Если вы меня спросите. Вот, пожалуйста. И сейчас на следующем поколении они делают уже более что-то новенькое. Красиво смотрится. Вот, кстати, это тот случай, когда джойстик смотрится прикольнее, чем сама консоль. Из-за этого, наверное, нам показали джойстик вперед, чем саму консоль. У Microsoft мы уже знали чуть ли не все технические характеристики. Мы знали, как консоль выглядит. PlayStation нам показали только джойстик. Ну, окей. В то время. Помните, да? 2019 год, декабрь. Круто. Так вот, друзья, пожалуйста, опять же, джойстики, не гоните на джойстики. Джойстики всегда прикольные. И я не понимаю тех людей, которые говорят, о, там, джойстик, там, вот здесь вот располагаются. О, у Xbox вот так вот я не могу играть. Друзья, я могу что здесь играть? Что могу здесь играть? Если вы меня спросите, вы знаете, у меня очень большие руки с длинными пальцами. Как бы это смешно ни звучало, да? Ну, такой вот я человек, да? То джойстик, вот этот, PlayStation 4, более-менее, более-менее. PlayStation 3 я могу забыть. Он смотрится в моих руках, видите, да? Он смотрится в моих, как игрушка. Как пластмассовая игрушка. Понимаете? Он очень маленький. Только Xbox One джойстик. Он действительно для моих рук. И вот как мне вот кажется, вот джойстик для Xbox One, он подойдет 99% мужиков. Для девчонок, как мне кажется, для девчонки выберут всегда PlayStation, потому что он более такой элегантный и для женских рук. Друзья, опять же, просто мое мнение. Просто мое мнение. Xbox One, он более мужицкий контроллер. Вы знаете, вот я его держу, и я у себя дома. PlayStation 4, более-менее, да. Но PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 ни в какую. Когда я был малой, PlayStation 1, и я играл PlayStation 2, еще было окей. Но когда я вырос, мне неудобно играть вот на этом джойстике. Друзья, это очень маленький джойстик для маленьких ручонок. Понимаете, я тогда вот так вот его беру. Все, у меня, вы посмотрите, у меня вот эти вот пальцы, они встречаются. Иногда, вы знаете, в шутерах нужно вот так и вот так нажать. Иногда вы встречаетесь пальцами и становится неудобно. Понимаете, то есть вы можете вот так рулить, вы можете туда рулить, туда-туда. Но когда иногда очень нечастно происходит ситуация, но вам нужно скрестить пальцы. Иногда вы встречаетесь. Это не прикольно. На Xbox One вы можете это делать хоть как. У вас никогда пальцы не соприкоснутся. Это чисто такая точка зрения с эргономики. Я предпочитаю Xbox One джойстик намного больше, чем PlayStation 4. PlayStation 3 я даже во внимание не беру. PlayStation 3, PlayStation 2 вообще никакие. И самое главное, друзья, это к чему я вообще вот этот весь сырбор начал. Но я думаю, раз уж я его в руках держу, хоть с ним говорят. Это вот это. Как можно батарейки в 2020 году? Друзья, чисто я вас прошу, а почему нет? Почему в Адамте шайсы нет? Просто извините, опять наболело. В комментариях я слышу, когда люди дошкольного возраста начинают упрекать Microsoft и Xbox о том, что здесь батарейки, а не аккумулятор. Я не понимаю. Люди как вообще? Думают, не думают? Обыкновенный банальный пример. Вы сидите, играете. У вас надпись «Батарейка закончилась». Батарейку раз. Берете, убираете батарейки. Вставляете сюда. Берете отсюда батарейки. Вставляете сюда. Закрываете все это нет разумения. Нажимаете на кнопку. Играете дальше. Все. Эти батарейки у вас вставляете в резервку. Они заряжаются. Что еще надо? Что еще надо? Это не аккумулятор, это плохо. Друзья, мое, именно мое мнение и моя практика PlayStation 4 джойстика. Я сижу и играю. У вас джойстик скоро разрядится. Ё-моё, джойстик раздравится. Пауза. Бегу в шифонер. Беру провод. Так как у меня провод не лежит. У меня последний раз лежал провод только PlayStation 2. Потому что там нужно было подключать. Знаете, у меня провод не лежит по комнате. Мне это бесит. Я беру провод. Подключаю. Ищу USB-вход на приставке. Я его не нахожу. Включаю свет. Втыкаю. Из-за этого на приставке, где у меня USB-порт. Знаете, вот приставка, да? И в нем USB-порт. И даже при свете, когда я втыкаю провод, у меня вокруг вот этого USB-порта все разодрано. Ребята. Потому что хочешь, не хочешь, но ты хочешь быстрее поиграть. А если не дай бог это онлайн игра какая-нибудь или еще что-то, тебе нужно как можно быстрее поменять провод. У меня все вот здесь расшатано и раздолблено. Потому что как бы ты не цепился, все равно со временем за 7 лет ты расшатаешь здесь все. Это первый минус. Я втыкаю, окей, там. Я втыкаю в джойстик. Я сижу, играю с проводом, друзья. С проводом. Люди ходят, люди матерятся. Мне нужно теперь 3 часа минимум сидеть с проводом и ждать, пока он зарядится. Понимаете? В лучшем, конечно, случае вы должны подзаряжать где-нибудь на зарядке на какой-нибудь или еще как-нибудь. Подключать к компьютеру, зарядить и уже потом садиться играть, полностью поиграть. И потом, когда вы поиграли, выключили сессию и опять втыкаете его на зарядку. Это в лучшем случае. Но не все так поступают. Я уверен, во множестве случаев происходит то, что джойстик разряжается в процессе игры. Когда я проходил Horizon Zero Dawn, я проводил сессии по 7-8 часов в день. У меня джойстик разряжался за 3 часа. То есть, мне приходилось отключать все. Я отключал на самую низшую. К сожалению, нельзя полностью отключить. Но отключал вот эту LED лампочку на самую низшую степень. Ее полностью нельзя, повторюсь, отключить вот этот 6. Но да ладно. Отключал вибрацию. Отключал вот этот динамик, чтобы вся энергия шла именно на управление. Потому что, когда садишься на PlayStation 4 играть, ты знаешь, не знаешь наоборот, сколько он продержится. Максимально 3-4 часа. А сейчас, я уверен, в комментариях пойдут, что ты такое говоришь, 6-12. Друзья, поздравляю вас. Вам, значит, попался офигенный китайский джойстик, а не все китайские, что который держится 8-12 часов. Я рад за вас, друзья. Я рад. Я немножечко не верю, но я реально рад за вас, если это действительно так. Мне, сколько бы у меня приставок PlayStation не было, а еще раз повторюсь, PlayStation 4 оригинальная, PlayStation 4 оригинальная белая, PlayStation 4 оригинальная черная японская, PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Pro новая версия. На всех не более 3-4 часов держится заряд. И в сессии, которые я играю по субботам, по воскресеньям, по 8 часов, я хочу, не хочу, но я должен втыкать провод и сидеть. И на уже последних, в последние разы, особенно когда я в God of War играл, в 2018 года, помните, я его проходил, и у меня получается такая штука, что у меня провод стал косячий. То есть, вот так вот держу, работает. Вот так держу, не работает. То есть, при игре в God of War я должен был вот так вот сидеть и не двигаться. Что бы у меня на экране ни творилось, мне нельзя повернуть руку, только вот так вот расслаблюсь, все, коннект ушел. С проводом проблема, или с вот этим гнездом, или с гнездом приставки. Я так и не понял, потому что, друзья, повторюсь, сколько раз, каждый божий раз, когда вы включаете провод, что тут, что в приставке вы расшатываете, даже не расшатываете, пусть гнезда вы даже не расшатываете, сам провод каким-то образом ломается. Я купил эластичный провод, который, знаете, завернутый в такую, я не знаю, в нейлон или как, который типа как бы не может вот так вот завихриться. Я им стал пробовать работать, и что вы думаете, оказывается, провод-то все нормально, вот здесь коннект джойстика уже расшатался, и вроде бы он так-то нормальный, вот тут ничего не увидите, да, он так-то нормальный, но каким-то образом нужно сидеть в определенном положении. И я уверен, некоторые обладатели PlayStation 4 также с этим сталкивались, потому что, друзья, я не поверю, что только у меня у одного. Так как я обращаюсь с консолями и с приставками, и у меня такие вот, знаете, непонятные ситуации, то я не могу представить, что там с детьми происходит. У меня племяш PlayStation 4, она у него убитая в ноль, просто в ноль, и джойстики, и вообще все, что с этим связано, как я у него видел. Не подумайте неправильно, но просто вся молодежь, она относится очень халатно к приставкам или к играм, тем более, если не они за них платили деньги, понимаете, да? Так вот, вот это вот, что здесь аккумулятор, а что теперь в новой версии еще больше аккумулятора, друзья, это нифига не плюс, если вы меня спросите. Только, только батарейки, ты взял батарейки отсюда, вынул, взял отсюда две батарейки, сюда поставил, отсюда поставил сюда, поставил эти заряжать, пусть они заряжаются в другой комнате или даже в той комнате, где вы играете. Вы здесь без всякого провода, ну, и играете. Если вы фэн провода, знаете, мало ли, есть фетиш у людей, которые как так без провода, там же, я не знаю, провод вот им нравится. Друзья, на каждом Xbox One вы можете подключить сюда провод, если уж вам, знаете, вообще никак. То есть вы можете даже вот этими батарейками не пользоваться, если кто-то из вас думает, что только батарейками нет. Если вы действительно хотите только по проводу, вот на каждом джойстике есть USB-овход или USB, вы можете отсюда протянуть кабель к вашей приставке и вы почувствуете себя, как на PlayStation 4 с проводом. Так что, друзья, про удобство здесь к бабке ходить не надо вообще, это только вот этот джойстик. И он и так держит заряд, друзья, с вибрацией совсем, от честного не совру, большие сессии я делал, две недели, друзья, две недели держит джойстик без проблем. Здесь 3-4 часа максимально. И я еще купил батарейки, может быть, вы сейчас увидите, я вам поближе покажу. Я купил не обыкновенные батарейки, а на 2850 мА. Это типа самая большая емкость, которая возможна. Они дают также 1,2 вольта, по-моему, или я не разбираюсь в этом, но емкость у них большая. Они заряжаются 6 часов, но когда они зарядятся и для джойстиков, для вот этих вот джойстиков, это просто идеальная штука. Фирма, 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 я даже не знаю, что за фирма. Я даже не знаю, а нет, Ансман, да, фирма Ансман. Советую, если где-то вы в Германии живете, друзья, я вам советую вот эти вот батарейки. Для джойстиков это просто идеально, блин, классно. Так что просто немножко, знаете, здесь с вами поговорил о джойстиках, потому что сколько я натыкался на такое мнение в интернете, в комментариях, да и видео. Люди экстра делали видео насчет вот этого, насчет этой темы, что как так на Xbox до сих пор батарейки. Друзья, я рад, что на Xbox до сих пор, и я хочу, чтобы и в будущем были батарейки. Чтоб я эти две пальчиковые батарейки убрал, поставил новые, играю. Если кто-то из вас, друзья, скажет, вот эта штука, вот эта штука может сломаться, мало ли, вот здесь где-нибудь что-то отпадет или еще что-то. Вот эти штучки на Амазоне у нас продаются за 1 евро. 1 fucking евро, друзья. Вы можете таких себе 800 штук купить на всю жизнь, а они взаимозаменяемые с Xbox Series X. И пусть у вас даже дети, 15 детей, и у каждого дитя по 3 джойстика, и они ломаются по 18 раз в день, вот эти вот штуки, потому что они много у вас играют. 1 евро, друзья. Это 80 или 90 рублей. Ну, come on. Это же... Друзья, батарейки в джойстиках, это круто. PlayStation 3, раз мы еще здесь на джойстиках, PlayStation 3 это отдельный разговор. У него большой минус в том, что чем он старше, а это DualShock 3, 6X, да. Вот PlayStation 3 от моей Super Slim, ему уже, тоже он старенький, и он очень быстро теряет заряд. Он очень долго заряжается и очень быстро теряет заряд. Это еще раз большой минус аккумуляторам. Например, такая же история может и встретиться с PlayStation 4 джойстиками. То есть, вначале вам рекламируют разработчики, та же самая корпорация Sony, что у нас теперь, например, там очень большой емкость и аккумулятор. Все четко, да, друзья, это круто. И это правда, да, большая емкость. Может быть, вы можете играть 8 часов, 9, 12, пусть вы даже неделю будете. Но со временем, когда вы каждый раз, каждый раз заряжаете, заряжаете, происходит, знаете, такая теория новых смартфонов. Когда пошли смартфоны, где вы не можете сами оттуда выдрать аккумулятор и заменить на новый. То есть, когда у вас аккумулятор сдыхает, вы вынуждены полностью менять смартфон. Так и здесь, сдыхает аккумулятор, вы вынуждены полностью менять джойстик. Я прекрасно понимаю, сейчас меня будут контр-удары в комментариях скажут, да, если у тебя руки не из того места растут, то сам виноват. А джойстик можно открыть и можно поменять, туда кастомный какой-нибудь аккумулятор засунуть. Друзья, я это прекрасно понимаю. Есть люди, которые этим занимаются, которые могут, у которых руки с правильного места растут. Но, опять же, как вы знаете, мода моего канала удобство, друзья. Друзья, удобство. Я хочу, чтобы у меня джойстик, который я взял, чтобы мне в него не лезть, ничего с ним не делать, просто взять и играть. Так вот, я не собираюсь открывать джойстик и менять аккумулятор. Это мне нафиг не надо. Но и в то же время, я не хочу за 50, 60, 70 евро покупать новый джойстик. Так что, со временем, что PlayStation 4, что PlayStation 5 джойстик, который выйдет в DualSense, он называется, когда-нибудь, со временем, аккумуляторы сдыхают, и вы вынуждены покупать новый джойстик. Понимаете? Здесь же аккумуляторные батарейки умерли. Пожалуйста. Две штуки вот эти аккумуляторные батарейки у нас стоят 12 евро. 12 евро, я понимаю, дорога за две штуки. За четыре штуки, извиняюсь, за четыре штуки, но они из-за большой емкости стоят так. Так что, друзья, я не знаю, просто мне не нравится, я не сторонник того, когда люди, знаете, необоснованно давят какую-то критику. Я такой человек, я игнорирую все, но когда я очень много на что-то сталкиваюсь, я хочу все-таки свою мысль, свое мнение еще сказать людям, что, я надеюсь, некоторые также попадут на это видео и посмотрят, что, да, действительно, блин, есть и другая сторона медали, как говорится. Не все так плохо у Иксбокса, как нам говорил там дядя Вася, дядя Петя, ему сказал сосед, его в то время ему сказал там друг на заводе на работе. Нет, друзья, всегда нужно смотреть на все стороны, понимаете, нельзя просто так хейтить продукт. Например, я не люблю ни в коем случае продукты айфоны, айфоны, не люблю, но я их не хейчу, потому что, друзья, я ни один айфон, я вру, держал в руках, понимаете, держал удобная, классная штука, обалденный звук, обалденные, обалденные экранчики. Почему я должен это хейтить, если у меня его нету? Ну почему? Друзья, так что я вам советую, смотрите на все немножечко, знаете, немножечко порасслабленнее, понимаете, не хейтите просто так, потому что, блин, джойстик, аккумулятор, это вещь, нифига это не вещь, друзья. Если бы этот аккумулятор можно было бы каким-то образом также убрать, я не знаю, вот эту вот штучку, вот эту, и вытащить аккумулятор, и поставить другой купить, было бы круто, но когда он встроенный в джойстик, и вы ничего не можете с ним сделать, то, друзья, извините меня, извините меня. Так что, про контроллер мы также поговорили, и, друзья, последнее, что я хочу еще с вами сейчас просто поговорить, это многие меня спрашивали про то, что, есть ли у меня геймпасс, пользуюсь ли я цифрой? Нет, друзья, геймпасса у меня нету, как вы знаете, у меня все покупается на дисках, и также сразу много вопросов, почему диски, почему не цифра? Или наоборот, почему цифра, почему не диски? Вы знаете, у меня вся моя коллекция состоит сугубо из дисков, то есть кругом диски, 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 и сейчас здесь я бы хотел просто быстренько рассказать пару плюсов и пару минусов того или иного формата, вот как я думаю. То есть я сразу сейчас заспойлерю вам, я никуда с дисков не собираюсь уходить, опять же, как я в одном из закупов видео сказал, пока платформа-держатели нам дают физические носители, я буду их брать до тех пор, пока эти же платформа-держатели не стребят их. Я прекрасно понимаю, к чему сделано PlayStation 5 Digital Edition, друзья, я не вален, как делано, я, конечно же, понимаю это в первую очередь для того, чтобы люди как можно было больше покупали за меньшую стоимость консоль, в которой нет привода. Так же, как, например, Xbox Series S, чтобы люди каким-то образом переходили на бесприводные консоли. Но, как показала практика у Microsoft, как вы помните, да, Microsoft, она немножечко раз так пощупала воду, пощупала, ааа, да, не сильно еще теплая, знаете, как вот люди, прежде чем зайти купаться, они воду щупают. Так как Microsoft со своей Xbox One S, All Digital Edition, она пощупала, вода еще не такая теплая. Окей, Xbox Series X у нас с приводом, то у нас это без привода Xbox Series S. И всю вот эту тему про то, что платформа-держателям, как кость в горле, вот эти диски, это я прекрасно тоже понимаю, доля правды есть, несомненно, да, потому что есть второй рынок, вторички, где можно продавать игры. Это все плохо, то есть, особенно Sony делает эксклюзив, бомбаст какой-нибудь за большие триллиарды денег, он раскупается не более там 4 миллиона, как, например, я после прошлого видео все-таки посмотрел The Last of Us, где я вам сделал такое-то, если мы даже вообще все рамки раздолбаем, мы собираем 10 лямов. Друзья, нифига нет, 10 лямов, 4, 4-5 лямов максимально продаются, вот эта самая продаваемая игра, блин, The Last of Us 2, 5 лямов, друзья, это ничтожно мало, мало, когда у вас продано 110, более 110 миллионов консолей, понимаете, так что, блин. И вот я об этом и говорю, что делают такие, впихивают бабки в игры, в эксклюзивы, и потом кто-то покупает эту игру только на PlayStation 4 и перепродает кому-нибудь за вдвое меньше. То есть, у вас, получается, тот человек никогда не купит за полную цену игру, он покупает ее на вторичке за половину цены, и это для разработчиков, для платформодержателей беспонтово. Но, опять же, они не могут просто так отвернуться от дисков, потому что, ну все, это бойкот им сразу, потому что у многих людей, как у меня, большая коллекция на дисках, и никто не хочет отворачиваться от дисков. Так что, как я думаю, это поколение будет полностью на дисках, и если даже следующее поколение будет, то оно тоже будет с дисками, потому что, друзья, камон, вы помните DVD-формат? Вы помните аудио, CD-формат? Оно до сих пор живо, несмотря на флешки, MP3, несмотря на Spotify, несмотря на Netflix, каждый человек в любом доме может до сих пор проиграть аудиодиск. Вставив его в компьютер, хотя компьютеры сейчас тоже идут уже половину без дисководов, но продаются в магазинах еще проигрыватели. Также и DVD-фильмы. Очень долго будет еще умирать также игровой формат. У нас будут выходить консоли без приводов, но все равно они также будут консоли с приводами. Так вот, о чем я? Цифра versus диск. В моем случае, опять же, я вам заспойлерил, я только за диски. Как только вот, сколько я могу, столько я и буду эти диски покупать. Так вот, цифра. Но, друзья, у цифры есть очень большие преимущества. То есть, те люди, которые покупают всю, абсолютно всю коллекцию цифрей, я им даже в некотором случае и завидую. Честно. Потому что, друзья, самая первая пятерка, которая уже стала мотом каналу, блин, мото-канал от моего, это удобство, друзья. Блин, цифра, это очень-очень удобно. То есть, чтобы купить игру, вам не нужно заказывать что-то на Амазоне, вам не нужно ждать курьера, вам не нужно идти в магазин. Вы просто-напросто покупаете цифровую копию, скачиваете через пару часиков, если большая игра, вы берете и в нее играете. То есть, удобство, друзья, очень удобно. Плюс, если у вас, прикиньте, допустим, моя коллекция, да, состоящая из более 650 игр на одном жестком диске на 14 терабайтном, представьте, что вся бы моя коллекция была бы в цифре, да, была бы в цифре. Мне бы ничего не надо было больше делать, как сидеть вот так на диване, играть в одну игру, окей, следующую, нет, эту пока не хочу, хочу Resident Evil, хочу, не, хочу Resident Evil 5, нет, не хочу Resident Evil 2 ремейк. Хлоп, поиграл, поиграл, не, хочу ремном, from the ashes, раз, переключил, ничего не надо делать, понимаете, да? Это в то время, когда на дисках любой из игры мне нужно покласть джойстик, мне нужно встать с дивана, мне нужно найти игру, тем более, если это в моем случае более 600 игр, опять же, 400 игр на Xbox One, мне нужно найти эту игру, где она стоит. Без игры она не запустится, вы знаете, потому что игра в этом случае, это как ключ, она у меня вся заинсталлированная, лежит на жестком диске, но ключик мне нужен. Так вот, где этот ключик? На первом ряду его нету, на втором ряду его нету, ага, в третьем ряду оно, раз, блин, не то, мне это Forza Horizon 4, а мне третья нужна. Так, ищем, 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 вот она, достать ее из полиэтиленового пакетика, достать, открыть, достать диск, воткнуть, и только тогда я начинаю играть в игру. А, блин, не, я в эту не хотел, выключи, закрыл, нашел четвертую часть, вы поняли, очень неудобно работать с дисками, цифра в этом, в этом, в этом, как я не знаю, аспекте рулит, как не знаю что, цифра просто, ух, тема. Очень-очень удобно. Плюс, это, конечно же, неубиваемость цифры. Если у вас вся коллекция в цифре, у вас никогда не произойдет такой казус, как у меня один раз случился, упал диск, понимаете, и не просто подкассетник, а диск. Я, к сожалению, не помню, что это было, это был DVD-фильм много-много лет назад, и диск у меня упал на террасе на бетонный пол. И вот представьте себе, я вот так открываю, это как можно встретить на PlayStation 4, например, вы открываете, а там диск лежит вот так вот, вы открываете, и вот так ребром на бетон, бум, отпружинивается и падает. И когда он ребром падает, у него на этом месте, вот на этом месте, получается небольшой осколок. То есть вы все можете там полфильма просмотреть, или много-много фильма просмотреть, но на какой-то части он зависнет, потому что здесь треснула такая штучка, знаете, на диске, и стало происходить отслаивание слоев, понимаете, да? То есть все можете выбрасывать. На цифре такого никогда не произойдет. Ладно, черт с ним, с фильмом, за 8-10 евро вы можете его перекупить. Ну, представляете, игра какая-нибудь. Вы представляете, например, у вас Rule of Frost на PlayStation 2, и оно у вас падает, и хана, все, все, вы кусаетесь локти, вы нигде ее больше не найдете, а если даже найдете, то за 400 евро, понимаете, такая вот цена. Но PlayStation 2 это, конечно, далеко взял, там не было цифры, там было все на дисках, но вот в наше время, да, допустим, я не знаю, ну, Final Fantasy XII ремастер, вот он упал и сломался, все, вам опять нужно с Америки его заказать. Короче, вы поняли мою точку зрения. Очень-очень цифра классна насчет этого, что неубиваемые и очень удобно искать игры. Так вот, опять же, сразу еще, сразу, теперь минусы цифры, друзья, потому что я вам сейчас сказал плюсы, это удобство, это неубиваемость игр, это все классно. Но теперь и минусы. То есть первый минус, с которым я столкнулся совершенно уже давно, хотел сказать совершенно недавно, но неправильно построил приложение, совершенно давно, очень давно столкнулся, это доступность игр, друзья, эти слова. Не все игры доступны в Сторе. То есть, проходит время, и такие игры, как Forza Horizon 2, просто-напросто убираются из Стора. Если вы эту игру когда-то купили в цифре, вы ее можете также купить, не купить, а скачать, если вы ее стерли. Но если вы хотели ее купить в цифре, вы только собираете в цифре, но вы этого еще не сделали, то сейчас вы не сможете в цифре купить эту игру, вам нужен физический носитель. И даже если каким-то образом вы в цифре найдете, если вы даже у вас она была в цифре, и вы ее скачали в цифре, то у вас будут здесь другие песни, не другие, а просто половина песен не будет, потому что из-за чего ее убрали из Стора, из-за лицензии на песни. То есть только на диске у вас полноценная версия, такая, какая она была в релиздеем. То есть здесь все песни, все альбомы, и вы всегда сможете включить этот диск и его играть. То есть он у вас в первоначальном виде. Для некоторых игр, как, например, GTA 4, был патч по обратной совместимости для Xbox 360, который выпиливало некоторые радио, 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 некоторые выпиливали разработчики, потому что лицензия закончилась, и им нужно было некоторые песни убирать. Но все равно, если у вас диск, и вы приставку не подключаете к интернету, вы можете полностью, если даже оно у вас уже, вы заинсталировали, например, GTA 4, и у вас патч закачался, ничего страшного, вы можете всю игру стереть полностью, вместе с патчем оно стирается, как вы знаете. Отключить от интернета, включить GTA 4, заинсталлировать по обратной совместимости не сможете, потому что вам интернет нужен. Вот это да, вот это хорошо, что я сейчас вспомнил про это. Друзья, плохой пример, плохой пример GTA 4. Forza Horizon 2. Вы инсталируете, у вас скачивается патч, и у вас раз некоторые музыки не работают. Ничего страшного, вы просто-напросто стираете полностью всю игру, отключаете от интернета, вставите и играете с диска, понимаете. Устанавливается все, как в былые времена. Вы играете в полноценную, так сказать, ванильную версию. Конечно, с множеством багов, потому что, как вы знаете, версии сырые на дисках, без патчей, но все равно все играется, все четко, как в первый день, понимаете. То есть, вот эту игру сейчас вы можете купить только на физическом носителе. В Store вы ее не найдете. Также и Forza Motorsport 6. Ее, по-моему, в прошлом или позапрошлом году выпилили из Store из-за лицензии. Но вы спросите, как так, тут же нет музыки, тут есть музыка такая более-менее. Но здесь теперь уже лицензия на сами машины. То есть, Lamborghini, как вы знаете, Mercedes-Benz, лицензии покупаются на несколько лет, например, на 2-3 года. И лицензии уходят, все. Из-за этого я помню, когда был, это был 13-е, 13-е какого-то месяца, я еще отлично запомнил, там давали полностью весь бонус контент, который стоит, если вот так суммарно посмотреть, 70-80 евро, там все машины, все трассы дополнения, NASCAR, Rally, чего только тут нету, отдавали у нас, по-моему, за 5.99 или за 4.99. Потому что этим они и красовали, что, типа, друзья, завтра вот эта игра выпиливается из Store, но сегодня мы вам даем все эти дополнения за маленькие деньги. Я сразу же, конечно же, все купил. У меня все дополнения, все это альтимативная версия, можно так сказать. Но, если вы сейчас захочете Корзамотоспорт 6, вы ее не найдете в Store, насколько я знаю, если мне ничего не изменяет. По-моему, это была Корзамотоспорт 6. Так что, друзья, здесь большой плюс все-таки дисков. Очень большой плюс дисков, что у вас ванильная версия всегда в первоначальном виде. Здесь есть с музыкой совсем-совсем-совсем. Понимаете? Но и в то же время на дисках не все игры с первого дня доступны в Store. Например, игры по обратной совместимости, как, например, Castlevania, Lords of Shadow 2 и первая часть, по-моему. Если у вас нет диска на Xbox 360, вы не сможете скачать с интернета, потому что этих игр просто там нет. Там есть вроде бы картинка, но вы клацаете туда, там никаких опций, ни покупки, ничего. И написано, только на диске вы можете ее заинсталлировать. И самый парадокс. Если у вас есть на диске, вы вставляете игру, она все равно скачивается с интернета. Но для людей, у кого ни диска, ни цифровой версии нету, они не смогут ее купить в Store. Нужно только диск. Так что диски рулят здесь как-никак. Множество игр, которые выходят только на визитских носителях. И только можно на них играть. Понимаете? Вот такая вот штука. Плюс, друзья, еще один минус. Это, если у вас вся коллекция в цифре, вся коллекция в цифре, не дай бог, друзья, не дай бог, если вы халатно относитесь к вашему аккаунту, профилю, не дай бог происходит кража аккаунта. Как ни прископлено, но это, блин, некоторые люди это практицируют, зарабатывают на этом деньги. Я удивляюсь, как это происходит. Даже в наше время, когда делаешь двухстепчатую проверку, где тебе должны еще на телефон звонить, все равно каким-то образом людям удается украдывать ключи и доступ ко всей библиотеке. То есть, как вы знаете, если у вас скачаны игры, да, вы можете в них играть, но как только вы заходите на эти игры, я не знаю, на каких платформах, я знаю, у меня такое было, по-моему, на PlayStation 3 такое было. Я, к сожалению, не знаю, как на PlayStation 4, на Xbox. Но в целом, вот в общей картине, то только с вашего аккаунта вы можете зайти в ваши игры. То есть, они у вас лежат, вы можете посмотреть, сколько они весят, но играть, вы как только на них нажимаете, вам пишут «зайди в аккаунт». По крайней мере, так на плойке на третьей было. И потом я с цифрой вообще перестал дружить, вы знаете. И сейчас я не знаю, как это выглядит, но я думаю, примерно так же. Так вот, не дай бог, у вас украдывают аккаунт, вся ваша библиотека игр приходит в негодность. На них на всех висит замок. Без вашего аккаунта вы не сможете в них поиграть. Это большой минус, друзья. Плюс еще, не дай бог, аккаунты, когда угоняют, если у вас там привязана еще кредитная карточка, это очень плохо. Из-за этого, друзья, я вам, несомненно, рекомендую, не привязывайте кредитные карточки. Если есть какая-то возможность, покупайте вот эти карточки, где стоят номерки, вот эти вот числа 12, состоящие из 12 цифр. Просто заводите их и все. Вот вам надо 20 евро или 30 евро. Вот покупайте карточку на 20-30 евро. Я прекрасно, по-моему, понимаю, что в России сейчас этого нету, по-моему. Но я бы рекомендовал вам все равно как-то заниматься именно вот этим. Вот вам надо 30 евро, вы заводите и используете их. Не привязывайте кредитные карточки к вашим консолям. Не надо, не советую. Если делаете, то будьте осторожны. Так вот. Упс, задел. Нифига себе. Так вот, кражи аккаунтов. Это тоже минус, если у вас вся коллекция в цифре. Прикиньте, одним махом у вас 600 игр нету. Ну, блин, я бы не смог так. В моем случае аккаунт, если каким-то образом угоняется, то они угоняют просто мои ачивки. Это у меня 130-140 тысяч. То есть, ачивки, я не такой трофихантер, то есть, ничего страшного, я переживу. Я не собираю ачивки, я собираю ачивки, когда мне интересно, понимаете. А так, чтобы трофихантить, я этим не занимаюсь. Ачивки пропадут, ничего страшного. Я делаю новый аккаунт и опять пошло. Все игры с дисков инсталируются и играются. Несмотря на то, сколько, какие бы аккаунты вы ни делали. Плюс, еще, который я здесь не записал, но у меня сейчас он в мозгу всплыл. Плюс, игру вы можете, как всегда, просто-напросто дать другу, подарить другу, прийти к другу, поиграть. Вам не нужно таскать свой аккаунт с собой, понимаете. Так что, дискин. Плюс, еще, минус у цифры, друзья, это цена. Особенно у нас в Европе, цифровая версия в релиз день всегда стоит на 5 или 10 долларов бицинс ваза или 10-15 евро дороже, чем в магазине. Понимаете, да, диски? То есть, например, новинка у нас выходит в магазине за 69,99, в магазине она стоит 75,99. Вы поняли, да, вот эту фишку? Я отлично помню, когда я PlayStation 4 покупал, выходила игра Destiny первая часть, я себе поклялся делать, вообще собирать коллекцию только на цифре. Не знаю, что со мной не так было, но окей, не то, что не подумайте, а то сейчас все люди, кто цифру собирают, скажут, как так, что со мной не так было. Нет, я неправильно выразился, друзья, извиняюсь. Так вот, я думаю, я буду всю коллекцию коллекционировать теперь на PlayStation 4 в цифре. Смотрю, в магазине Destiny стоит 59,99, то есть 60 евро, в цифре она стоит 69,99, 70 евро. Я такой думаю, ничего страшного, окей, это Destiny, это тогда на хайпе была, я ее все равно скачаю, ее скачал, потом выходит еще какая-то игра, и опять же на 10 евро больше, опять следующая на 10 евро больше, и вот именно из-за этого я перестал коллекционировать игры в цифре, потому что три игры, это 30 баксов, мне приходилось платить сверху, а 30 баксов, это пол новой игры, понимаете, я думаю, не. Так что, не знаю, как с этим в России, на PlayStation, или на Xbox, на Xbox вообще, по-моему, официально не поддерживается в России, но вот цена именно у нас в Европе очень дорогая на цифру, это еще минус, так что, друзья, из плюсов цифры, теперь как бы резюмируем, я сейчас вам все про цифру говорил, это, конечно же, удобство, вам покупать, вставать с дивана не надо, жонглировать дисками, вы просто-напросто включаете и играете, также неубиваемые ваши игры, вы никогда не можете их где-нибудь потерять, вы не можете их где-нибудь оставить у друга, вы не можете их сломать, но минусы, не все игры доступны, плюс, выпиливаются многие игры из стора, вы не можете свою игру дать другу, чтобы он поиграл или подарить, плюс, кража аккаунтов, тоже никто не отменял, потом ставятся замки на игры, на всю вашу библиотеку, и вы не можете в них поиграть, и цена очень дорогая, про плюсы, теперь дисковых версий, я вам уже также и сказал про плюсы, она у вас всегда доступна на диске, даже когда они выпиливаются из стора, и у вас доступна всегда ванильная версия, со всеми музыкой, со всеми, всеми, всеми деталями, которые только были на этих дисках, плюс еще у меня здесь стоит, да, в плюсах у дисков, чем я никогда в жизни не практицировался, и не буду практицировать, это продажа, когда-нибудь, то есть, понимаете, у вас огромная коллекция дисков, и вот вам, ну, все, вот тут оно у вас стоит, вы думаете, блин, я лучше начну пластинки забирать, а на пластинке, как вы знаете, нужны также деньги, и вы думаете, я продам коллекцию, у вас возможно это сделать, вы можете на каждую игру индивидуально давать цену, вы не можете на аккаунт, на все игры индивидуально ставить цену, вы можете продавать свой аккаунт цифровой, одной ценой, например, поставить, но вы не можете сказать, вот у меня на аккаунте 500 игр, и давай за Wolfenstein ты мне дашь 20 рублей, за это 30, это вы понимаете, это вау, вы запутаетесь, а здесь, когда у вас все, вы можете, например, Forza отдать за 10 евро, Project Cars, так как она новая, можете отдать ее за 5 евро, ну, понимаете, да, новую точку зрения, то есть, плюс, вы можете всегда продать игру, без проблем, еще один плюс, это мой плюс, вот именно мой плюс, от которого я никогда в жизни не откажусь, друзья, это коллекция, когда у вас коллекция игр, пусть даже современная коллекция игр, когда вы открываете диск, там ничего нету, никакой, никакого, не знаю, никакой рекламки, никакой книжки, как в PlayStation 2 временно, но всегда мне приятно взять ее в руки и просто потискать, просто-напросто потискать, друзья, вспомнить, как это было, посмотреть, какой год, ага, 2020 год, а что там было, ага, Dolby Atmos, мгм, синглплеер и онлайн мультиплеер с 2 до 20 игроков, мгм, круто, и это все, можно посмотреть, всю информацию с полки, если вы будете вспоминать, так, Forza, не Forza Project Cars 3, у меня она заинсталлирована, а там мультиплеер на скольки игроков, надо гугливать, гуглить, искать, а здесь вы сразу это видите, то есть, это опять же, вы высосаны из пальца, пример, но, друзья, коллекция, я люблю коллекционировать диски, коллекция, цифровая коллекция, извините, фэны, друзья, коллекционирование, коллекции в цифре, это воздух, и мало того, когда вы покупаете игры в цифре, это вы не покупаете игру, вы ее не имеете, вы платите за ее использование, вы платите деньги за аренду, понимаете, вы арендуете пользование, не саму игру, а право, разрешение, Типа, дяденька, можно? Можно, но ты мне дай денежку Вы даете денежку, и вам дяденька дает можно Понимаете, да, о чем я? Так вот, коллекция Но, также, опять же, есть и минусы Которые я, в принципе, уже и сказал плюсами на цифровых версиях Диски быстро царапаются, если вы относитесь к ним небережно Но, например, у меня даже есть PlayStation 2 игры Самые первые, которые я покупал, это, вы помните, это Silent Hill 2, Silent Hill 3 Must 3 Exile, Metal Gear Solid 2, нет, я его поменял Devil May Cry, нет, я его тоже поменял Вы понимаете мою точку зрения Те игры, которые я покупал в 2001 году Которые лежат у меня в коллекции Они все в идеальном состоянии Но есть люди, которые просто-напросто Xbox One игры сегодня купили Завтра они уже будут, я не знаю, все в пальцах Все в каком-то слюнях, в каких-то трещинах В каких-то, я не знаю, царапинах Есть такие люди Из-за этого большой минус у физических носителей Если к ним не обращаться нормально, бережно с ними То они быстро помрут, друзья Или потеряют продажный вид Окей И, как я уже и сказал, большой-большой минус Который я показал плюсом в цифре Постоянно нужно вставать за играми с дивана То есть, друзья, как бы ты ни хотел, но тебе нужно встать Тебе нужно встать, найти игру, ее поставить И, ах, это долго, это нудно Так что, друзья, резюмируем здесь по дискам У вас навсегда копия диска останется Вы просто хотите, не хотите, но у вас всегда будет копия диска Ванильная версия в первоначальном, в первоизданном виде Плюс вы можете эти диски продавать Потому что продавать диски намного легче, чем продавать аккаунты Плюс коллекция У вас всегда приятно открыть шкафчик И посмотреть, какова у вас коллекция Ну и минусы царапаются И за ними всегда нужно вставать Это, опять же, высосанные из пальца минусы Но все равно я решил о них сказать Так что, друзья, я надеюсь Сегодня мы посидели Хватит Я думаю, хватит Вот все, много-много вот этого, знаете, я бы хотел Из сегодняшнего нашего разговора Хотел бы вам показать в закупах Или затронуть как-то эти темы Но благодаря вот так, что я могу с вами посидеть, поговорить Друзья, это намного круче Это намного круче вот так с вами посидеть, побазарить И намного меньше будет у меня времени Уходить на это в нашем закупе игр Так что, друзья Я надеюсь, все, да? Джойсики ему показали Это показали, это показали Как круто с вами сидеть и разговаривать, друзья И как-то интересно Серьезно. Народ, большое вам спасибо. Большое вам спасибо за все. Серьезно. Большое вам спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, друзья. Вы знаете, я не коллекционирую ни то, ни другое, но очень приятно посмотреть, что есть люди, которые просто заходят, включают меня на бэкграунде и слушают, и отвечают на вопросы или задают вопросы. Это круто. Если бы не вы, друзья, я бы остановился бы точно там же, где я делал мои первые видео. Помните, да? Закупай первый, второй. Я бы просто-напросто показывал игры, клал бы сам себе и все. Но теперь я рад, что есть люди, кто может... Понимаете меня, друзья. Опять же, долго посидели, я начинаю уставать, я это чувствую. Очень много тем можно было бы парочку убрать, но нет. Я все равно, я с вами поговорил, высказал свою точку зрения. Опять же, друзья, ни в коем случае не подумайте, что я гоню на корпорацию Sony. Нет, в этом поколении они просто неправильно какую-то стратегию коммуникации выбрали. То есть, по играм, по технике, пусть даже у меня никаких вопросов нету к ним. Все. Но вы скажите людям, что вы продаете, как оно работает. Покажите уже нам. Тут осталось до релиза совершенно немного, но мы ничего так и не знаем толком про приставки следующего поколения. Но, как я уже и сказал, у меня будет Xbox Series X и я пока на первое время буду очень-очень доволен. На первое время. Вы знаете, вот это дружище, когда вышел в 2017 году, для меня тоже было первое время, но до сих пор я сижу на нем. Кстати, друзья, чисто еще такое. Я не брал это сюда, но сейчас вот вспомнил, а так как это видео, где мы можем просто-напросто с вами сидеть и разговаривать. Вы знаете, самое интересное, что когда был предзаказ Xbox Series X, многие люди заказали неправильно Xbox One X. Понимаете? То есть, вот эта путаница с именами, оказывается, все-таки есть. То есть, те люди, которые занимаются вот этой материей, кому все интересно, они не смогут запутаться и не смогут... Они знают различия между Xbox Series X и между Xbox One X. То есть, вы хотите Series X, люди пойдут Series X покупать. Хотят One X, пойдут One X покупать. Но, судя по всему, люди были настолько вот в этом ажиотаже, внутри вот этого ажиотажа, вот этого вихря, что просто-напросто каким-то образом, как, знаете, как бык на красную тряпку, вот видят Xbox One X и они ее заказывают. И вот это вот, товарищ вот этот, их и так было мало на Амазоне, но их все расхватали. И Амазон пишет, говорит, поднялись продажи на 720 с чем-то процентов. То есть, именно в тот день, когда продавали Xbox Series X. То есть, это о чем говорит? Что, блин, у людей до сих пор есть еще путаница с именами Xbox. Ну, круто. Я не путаюсь, не знаю. Друзья, будем заканчивать. Большое всем спасибо. До следующего раза. Через неделю, скорее всего, через полторы, через две будет закуп. Много игр. Опять будем сидеть 3-4 часа, 4К, все как надо. Друзья, всем-всех благ. Peace.